Добрый день! Я хотел немножко отступить и для начала небольшой меморандум зачитаю, чтобы как бы сжато обозначить тему. Немного об отношениях между обществом и конфессиями. Не говоря уже о разных ритуалах, люди находят в храмах успокоение в благодати Дома Божьего или в словах священника. Благотворительная и просветительская деятельность Церкви также очень полезна нашему обществу. Но сейчас, когда последний суд стучится во все двери, крайне важно выставить точно створные знаки на пути к свету. Не важно, кто ты – пахарь или юрист, врач или военный, священник или студент, богатый или бедный – мы все современники этого суда. От правильности выбора зависит персональная судьба каждого из нас. И что же может быть правильней с точки зрения верующего, как необращение к Слову Христа? И здесь главное – не дать увести себя многочисленными толкованиями на ложный путь. А путей в кавычках этих охах много. Недаром Спаситель предупредил нас через Новый Завет, что лжи Христов и прочих лжеучителей будет не из числа, волки в овечьей шкуре. Это также знамение конца веков, конца эпохи, упертого в своих грехах человечества, конца эпохи зла. «Вспомните Нагорную проповедь, кто наследует землю после суда?» Вопрос со стороны Господа будет предъявлен один. «Человек, ты сделал все, чтобы избавиться от грехов, которые уродует мой мир. Если нет, если не верил, если прошел мимо всех призывов или поверил какому-то лжеучителю, не ищи виновных в своем провале. Слово, которое ты отверг, будет судить тебя в последний день». Несколько слов о полемике по теме в интернете. Критика полезна, когда предлагается лучший вариант, конкретно решающий проблему, а не критика ради критики. Она в основном от тех, кто, не имея серьезного духовного опыта, считает себя знатоком. Уязвленное самолюбие заставляет их яростно атаковать любое несогласное с ними мнение. Еще одна весомая причина – духовная лень, ибо настоящее христианство требует постоянного изменения человеческой натуры в лучшую, законную сторону. Мешает этому как раз лень, мать всех пороков, как известно из пословицы. И эти люди, не имея никаких реальных аргументов, активно сеют клевету и словесную грязь, ибо простые слова Иисуса Христа уличают их лень, ложь и духовную несостоятельность. Дело в том, что сокращая грехи, мы показываем, что выбрали движение к свету. Срабатывает закон выбора, и святая воля идет на помощь. В результате получаем поддержку и постепенно соединяясь «А она свет в нас. Получаем настоящего проводника, который ощущением помогает избегать стереотипных ошибок и ложных толкований. Этого можно достигнуть только в результате личного позитивного опыта, то есть приносящего реальные сдвиги в судьбе. В результате вера обретает фазу убежденности, так как факты – упрямая вещь». Ну, давайте в очередной раз погрузимся в суть христианской религии. Я выписал цитаты из Нового Завета, то есть там, где прямая речь Христа. Может, там две-три цитаты каких-то апостолов, но главное, ведь прямая речь Христа является в какой-то степени достоверной, и меч все исказили. Новый Завет, Матфей, глава 3. «Я крещу вас водой в покаяние, но идущий за мною сильнее меня. Я не достоин понести обувь его. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем, и соберет пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым». О чем эта фраза? О том, что Иоанн Креститель предвещал приход Иисуса Христа, который значительно сильнее его. Но в то же время здесь есть немножко несогласованность с реальными событиями, которые произошли в то время. Еще раз напоминаю. Он будет крестить вас Духом Святым и огнем. Это так. И соберет свою пшеницу свою в житницу, а солому сожжет огнем неугасимым, а вот это фраза, которая касается наших времен. Ибо Иисус никого не жег и не совершал суда. Почему мы вчера читали о евангелистах, что кто написал, когда, что Евангелие писались довольно долго. И те первые записи, которые со слов Христа кто-то из современников записал, они дошли как копии, копии многочисленные переделанные, неверно где-то истолкованные, неверно где-то переведенные в сумме. Конечно, основа какая-то осталась, но на нее легли какие-то иные мнения, которые сильно исказили саму простую и ясную суть христианства. И как раз таки вот эта фраза и говорит, что это добавлено было, это не задача Христа, Абдушин вскрыл эти вещи и сказал, что это два разных лица, Сын Божий, Сын Человеческий, это два разных лица, две разных ипостаси Господа. Это, скажем так, не первостепенное значение имеет эта правда, но все же желательно о ней знать. «Блаженный нищий духом, ибо их Царство Небесное» – это глава 5 Матфея, стих 3. Сравните, Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его. «Блаженный нищий духом» – неверный перевод, неоднократно я уже об этом говорил, что сильный духом как раз таки Царство Небесное для них доступно, а нищий духом, эта этимология слова говорит, что нищий – это слабый духом. Каким же образом две эти вещи совмещены в одном и том же Евангелии? Поэтому переводы очень часто калечили слова, и сама практика, допустим, моя, говорит о том, что я понял, почему вместо слова «просящие» пришло слово «нищие». «Просящие» – это те, кто что-то просит. При каком-то одном переводе, а переводов было много одних и тех же текстов, кто-то перевел как «просящие» – это «попрошайки», а другой сказал «попрошайки» – это «нищие». И вот так происходит довольно часто в таких очень важных по конструкции текстах и по смыслу изменение слова, само понятие, сам смысл. Почему? Кто из вас уже давно в теме, я не говорю о новичках, допустим, но те, кто по 5, 10, 15 лет уже в теме, вы знаете, как в голову стучатся бесы, как они пытаются подменить нам то, что мы должны делать, на то, что мы не должны делать. Это такая коварная, значит, с их стороны работа, что надо быть очень бдительным, чтобы не пропустить ложь и не поддаться ей, не поддаться страху, не поддаться обиде, не поддаться каким-то теоретическим искажениям. Вот тут как раз и говорит о том, что переводчики, толмачи, как их раньше называли, далеко не все были высокодуховного уровня, это были просто переводчики. Вы сами понимаете, насколько легко им было внедрить искажение текстов. Поэтому работа сатаны с командой против христианства, она во многом увенчалась успехом, поэтому настоящее христианство очень сильно прикопали. И добыть его, отмыть от той неправды, которая легла на христианство, это и есть задача христианина. Есть такие люди, которые добивались этого, есть те редкие подвижники духовные, которые во многом все понимали, но они в открытую не поднимали как бы голос против действующих конфессий, потому что они понимали, смысла в этом нет. У них ощущения прекрасно работали, что не пришло время говорить правду в открытую. Тебя просто эта машина раздавит, которая идет и какие-то свои цели преследует, далеко не духовные. Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Здесь тоже желательно обратить на это внимание. Если я, допустим, смотрю на красивую женщину, то я как мужчина, да, она яркая, но мне мгновенно сканер, допустим, если в ней внутреннее содержание нет нормального, мгновенно как бы падает такой, как щит, я ее не принимаю. Почему? А я духом чувствую, а в ней ничего нет хорошего. Только внешняя оболочка. Вот. Естественно, что у людей, у которых этого как-то охранной системы нет, они могут и влечение к ней испытывать и далее. Вот как раз об этом, что если нет любви, если нет открытого сердца к человеку, зачем тебе это все надо? И если такое появляется немножко, возьми и притормози. Об этом вот Иисус говорил, держа человек помыслом в чистоте, что все замыслы, которые в нас существуют, как есть похоть, есть вот это, вот именно в этом неправда. Почему? Почему такое как бы утверждение от Христа? Уже опыт многолетний, вот 26-й год я в теме, сколько ко мне людей, сотни обращаются именно по поводу того, того, что в паре, если один человек даже меньше, чем другой любит, а любовь, она, немножко поговорим позже о ней, идет, что более слабый человек в духе начинает топить более сильного. А если нет любви, естественно, так оно и будет происходить. И тогда возникает вопрос, вот такие весы. Что ты, человек, выбираешь? Быть не одиноким в жизни и проиграть душу? Либо выбрать душу и проиграть вот современный свой момент, то есть остаться одному? Ну, и это вопрос вопросов для очень-очень многих. И знаю, что несколько человек, которые были в достаточно близком окружении, они на этой почве-то и пострадали. Бывает, когда мужчина топит женщину, бывает, когда женщина топит мужчину. И если они не понимают, что душа намного дороже и не расстаются, они вместе уходят туда, куда, кажется, не надо ходить. «Любите врагов ваших». Ну, такая фраза, она очень короткая, и тоже можно о ней много сказать, что любите врагов, любовь, понятие тогда должно быть, любовь – это служение. Вот, если любим врагов своих, чем мы можем служить? На меня кто-то нападает, не обязательно там с кулаками. Это может быть хамство, это может быть подлость какая-то, это интрига, всё что угодно. То есть то, что попытка причинить мне вред. В том числе, скажем, если слабая женщина у меня, или ещё кто-то, или знакомые, родственники, кто угодно. Каким образом я их люблю? Вы помните фразу, что такое любовь небесная? Это строгость и справедливость. И по строгости и справедливости я должен дать отпор. И не пропущу в себя грязь, допустим, этого человека. Я умею это делать. Что тогда будет? Если бы человек сделал мне вред, карма ему будет намного хуже. А если я остановил её, он чувствует, что не может этого сделать. Он остывает, успокаивается и уходит. Тем не менее, вместо кармы вот такой, будет вот такая. То есть последствия его поступка будет значительно меньше. Следовательно, это врагу моему полезно. Беды меньше будет. Видите, как действует любовь? Она универсальна. Поэтому мы имеем право защищаться. Из молитвы Отче наш. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам своим. Это формула отпущения грехов. В молитве ведь тоже есть. Не только прощать, как это сказано. Кому вы будете прощать, того Отец Небесный простит. Кому, если вы не будете прощать, то и Отец Небесный вас не простит. Эта фраза есть у Матфея, не помню, я ее найду потом здесь. Но и в молитве-то есть. Прости нам, Господи, как и мы прощаем должникам своим. И почему-то, к сожалению, этот важнейший элемент религии, важнейший, был как раз-таки скрыт. Я говорю, ключи от свободы от нашей в кармане у толкователей. А толкование неправильное. Что произошло? Люди, приходящие в храм за отпущение грехов, они свято верят, потому что такой авторитет у конфессии. И, естественно, они считают, что с них смыли грехи. Но ведь ничего не происходит реально. Ничего не происходит. Религия – это не пустопорожные разговоры о грехах и так далее. Религия – это строгая, определенная, простая концепция. Если будешь делать так, ты получишь так. Если будешь делать вот так, ты получишь так. Что посеешь, то и пожинаешь. Но если ты сеял неправильно, и жатва к тебе идет обратно, и хочешь ты этого, не хочешь, а беды и болезни к тебе идут обратно. Это закон Божий. И получается, что люди, которые говорят, что они отпускают грехи, на самом деле-то грехи на человеке остаются. Что это за пустышку нам предлагают? Это пустота. Здесь нет правды. И, мало того, это способствует, скажем так, культивированию нашей лени. Это потакание нашей лени. То есть зачем тебе работать, если кто-то другой из-за тебя снимет грехи? Иисус кровью искупил нас и так далее, и так далее. Сколько этих элементов ложных в религии, которые как раз-таки не дают человеку избавиться от греха. А раз он не избавляется, один, второй, десятый народ целый не избавляется, сумма всех народов не избавляется, и результат налицо. Посмотрите, что творится на земле. Это и есть, что никому никогда, ни один грех никогда не был с точки зрения вот этого, от священника искуплен. Никогда такого не было. А почему? Потому что это абсолютная противоположность закону. Сказано, что вы посеете, то вы и пожнете. Так сказано Богом в наш адрес. И вдруг некто приходит и говорит, нет, а мы вам отпустим грехи, якобы от имени Господа Бога. Но тогда Бог противоречит самому себе. Это унижение достоинства Бога, унижение Его величия, Его справедливости. Получается, что грешит и сеет, и пачкает мир один, а отвечать за него будет совершенно невинное существо. И почему я твердо так говорю? Потому что, когда я начинал 25 лет назад свой путь этот, первое, с чем удалось разобраться, это как раз с группой эмоций, к которым относятся обида, раздражение, уныние, претензии какие-то к миру, к каким-то людям. И я понял теорию, что если я сеял в виде каких-то неприятностей от других людей, или ситуации неприятные возникают в моей судьбе, от чего они произошли? Не есть ли это следствие того, что я грешник? Если я это признаю честно, получается, что для того, чтобы я избавился от последствий своих грехов, как минимум их надо сокращать, я не могу их сразу все уничтожить. Взял и сразу стал идеальным человеком. Такого не бывает. Наши редкие подвижники доказали, что на это десятилетия нужны. Десятки лет и то они говорили, что нас народ за святых почитает, а мы еще долги перед Господом имеем. Это были скромные и честные люди. Их было очень мало, но они были, доказав тем самым, что человек сам искупает грехи, принять им обратно всей суммы наказаний за свои грехи. Вот тогда да. И почему-то именно этот опыт прячется от людей. Вставили их в иконы, сделали из них идолов, к ним целые паломничества. Но не это нужно было. Допустим, Сергий Родонежский при жизни имел колоссальное влияние на свое окружение, чем сильно не понравился действующей конфессии. И не во время его, а чуть позже, фактически с движением, которое были как старцы, с ними расправились, обвинили в ересе из одного, второго, третьего. И это движение угасло. Вот. И еще раз, значит, вот этой фразе. Прости нам, Господи, как и мы прощаем должникам своим. Как вы сами видите, надо буквально, как ребенок, без всяких выяснений, какой тут смысл, тут прямой смысл. Я помню, в советское время, из-за того, что нельзя было говорить правду в открытую, люди как бы эзопов язык придумывали. Они говорили одно, и мы понимали под текст, что имеется в виду. Вся ирония была построена на этом. Вот. Получается, что мы привыкли, что у нас мозг ищет какого-то второго, третьего скрытого смысла. А вот здесь его нет. Здесь прямое. Вы прощайте, и вы будете прощены отцом. Прости нам, Отец, как и мы прощаем должникам своим. Умеете прощать. В этом ваше спасение. Потому что, прощая кого-то, вы тем самым ускупаете грех, тот, который привязан к вашему вот этому прощению. То есть прощение за что-то, за какой-то эпизод в прошлом. Проверено мной сто процентов. Буквально через небольшое время я уже почувствовал, что мое здоровье начинает уходить от болезней. Это буквально через полгода первые вехи пошли. А потом год, полтора, два. Все меньше и меньше. И в конце концов я огромный такой фолиант своих болезней. Книга, как это называется? Книга больного. Вот все. Я думаю, она мне не нужна больше. Мне не нужны врачи. Мне не нужны... Вот это я ее выбросил. К сожалению, выбросил. Потому что был доказательством за сколько лет все мои болезни, чего там только не было. Вот, пожалуйста, фраза в молитве. Великолепная фраза. И дальше. Это была глава 6-12 стих. Глава 6-14. «Ибо если вы будете прощать людям согрешение их, то простит и вам Отец ваш Небесный». То есть в Новом Завете, даже не читая обдуршина, кто понимает Христа, этого вполне достаточно для победы. И обдуршин об этом говорит, что кто понял Христа, я ему не нужен. Он же ничего нового не скажет. Просто обдуршин, он осветил это больше для современников этих таких текстов. И дал, естественно, намного более широкую информацию, потому что люди способны сейчас воспринять и на уровне разной материи, даже физику, можно о физике говорить этих миров. Раньше такого было невозможно. «Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Это Матфей 6-я глава, 21-й стих. Это тоже важнейший элемент. Помните, как там мы рисовали шесть элементов, допустим, или семь. Первое там, ну, можно с покаяния даже начать. Что такое покаяние? Я не хочу больше грешить. Я прошу меня простить от всей души, Господи. Я вот как ребенок честно прошу, чтобы мне простили грехи. Вот. И я прощаю всех, кто мне сделал плохо. Вот оптом, как бы, Господи, отнеси мой порыв прощения всем людям, которые мне сделали плохо, я их прощаю. У меня этот элемент тоже был, мне стало намного легче, как бы, вот первые дни, когда у меня это все началось. Вот это и есть покаяние. Но если я покаялся, тогда держись. Почему? А потому что, если ты каешься и продолжаешь делать те же самые преступления, грошится на твоему покаянию. И тогда увидят, что некто покаялся, а он лжец. Он не хочет работать. Кается. Через какое-то время опять кается. И у него сплошные покаяния. Вот. И это превращается в настоящий фарс. Кому нужно покаяние, когда человек не сокращает своих грехов. Это ложь, это лицемерие, которое, как раз, и осуждал Иисус Христос. Вот. Мы говорили про сокровища. Имеется в виду, как раз, один из элементов, который называется, какая цель у тебя, человек? Вот ты вступил на этот путь, что ты преследуешь? И честно, если покопаться в себе, очень часто человек колеблется. Мне надо карьеру делать в зависимости от возраста. Или мне там надо детей воспитать. Мне надо что-то сделать такое. Мне вот это надо. От таких серьезных задач жизненных до того, что надо мне в сарайчике крышу перекрыть. Вот у меня денег на шифер там или да что-то нет. И вот человек вот эти проблемы душит и вот давит. И вот не везет. Тут надо... И вот он погружается в эту бытовщину. А Иисус как раз говорил, где богатство, аж там и сердце ваше. Если для вас действительно освобождение души, номер один задача, вы должны в первую очередь нацеленно быть на это, невзирая, что с вами происходит. Подождет крыша в сарае, в конце концов. Но если вы не будете этого делать, вы никогда эту крышу не покроете, потому что удачи не будет. У вас то будет провал здесь, то сгорит здесь и все. Почему? А потому что идет наказание. А где наказание могут облегчить? Там, где человек вступил на духовный путь и неуклонно, вне зависимости от окружающего его зла, когда его давят со всех сторон и говорят, ну и что? Все то зло, которое на меня падает, это и есть искупление. И я буду искупать. И фактически, чем хуже, тем лучше. Чем больше на тебе падает, тем быстрее я принимаю в смирении. То есть без обид, без упреков, без раздражения, без уныния, воспринимая эти дни, тем самым у меня быстро разгружается вагон с грехами. То есть мне становится легче. Вот так мне удалось, когда-то с 94-го года начиная, и я буквально заметил, то есть уперся. Именно вот говорю, я не буду обращать внимание на то, что происходит. Я, конечно, старался зарабатывать, то есть жил, как обычно, но для меня это стало второстепенным. Это важнейший элемент. Не сразу я понял этот ключ. Он пришел ко мне где-то, скорее всего, наверное, через полгода, даже чуть больше. Потому что я, вера у меня, да, у меня абсолютная вера тогда уже была. Она меня давила, давай, давай вперед, потому что это душа твоя не терпит грехов. Она же свет, она как бы изнутри тебя через веру приходит и говорит, давай, такой толкач мощный. И в то же время, смотрю, у меня пробуксовка, у меня что-то не получается. Почему? Квартиры нет. Я беженец фактически был тогда. Денег нет. Даже те деньги, которые я заработал за границей в свое время в Сирии, их украли у меня. Как бы судьба испытывает. Ну что? Хватит тебе веры пройти вот этот рубеж. Я, ну, обокрали, обокрали, так для себя говорю. Ну, значит, какой-то большой грех искупил. То есть я это связывал все честно. Не то, что говорю, вот я натягивал улыбку такую. Вот нет. Нет, я действительно сказал, ну, так оно и должно быть. То есть искренне. Это очень важно. Искренне от души это принимать. А не мозгом вот эти формулы строить. Мозг ничего не дает. И когда мне это стало удаваться, потом начались удачи. То есть я вот эти ключи собирал один к одному. В конце концов, пазлы стали складываться, стало получаться. Почему я уверенно вам говорю? Потому что я этим маршрутом прошел. Набив много шишек, которые вы можете не набивать. Зачем? Когда вот так, вот так, вот так. И не я это придумал. Это Иисус говорит. И вот его фразы, они стали моей жизнью. То есть я оживотворил Слово Божие в себе. И я стараюсь жить по нему. В таком случае, что я причащен, или как-то причастие к чему? К Слову Божьему. Это не просто говорильня о Слове Божьем, цитаты наизусть, красиво спеть где-то там в храме, в хоре, или еще какие-то вещи. Это само по себе красиво и здорово. Но если ты не живешь Словом Божьим, ты не причастен к Нему. Знание, запись в мозгах, как у нас звучит, звук – это одно. А когда ты живешь этим Словом, постепенно, постепенно начинает кристаллизоваться именно твоя свобода внутренняя. И я понимаю, что я так хочу. Мне так нравится жить. Я не заставляю себя так жить. Мне хорошо от этого. Вот душа иногда, просто такое ощущение, как это река в тебе появляется, которая тебя несет. И думаю, как же я мог ходить до 46 лет совершенно другим путем. То есть, как же это все глупо. Но лучше поздно, чем никогда. Вот это вот и есть, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше. И если уж серьезно, без этого ключа вы не встанете с колен. Почему? Человек – такое существо. Что для него главное, он тому и будет служить. Обслуживать будет эту тему. Поэтому не давайте себя обмануть. Голова часто говорит, да я изо всех сил веду к свету. Я изо всех сил прям человек, ну, не знаю, как сворачивается. Я говорю, я этого не чувствую, потому что вы декларируете это. На самом деле, душой вы не, ну, скажем так, не здесь. У вас больше земные проблемы тяготят, чем это. Вот. Почему еще раз говорю, когда меня грабили, когда у меня там события плохие были, это, я всегда говорил, но ведь мне очень плохо. Я стал одиноким, потому что у меня интересы совершенно другие стали. Я растерял друзей, родственников, они со мной тоже во многом были не согласны. Я остался один и довольно долго. И зато я говорил всегда, но я же чувствую, что у меня душа начинает освобождаться, мне становится легче вот тут. У меня какой-то смысл жизни появился. Я понял, что я не к могиле иду, как я раньше думал, ну вот, печально, уже скоро конец. У меня наоборот, я не боюсь смерти, мне хорошо стало, потому что я вечный. Я понял, что нет смерти духовной, значит, уйдет тело, будет совершенно другая жизнь. Мы уходим туда, в будущее. И тогда вот пришла радость, у меня глаза совершенно другие стали. Даже люди, которые меня знали, они говорят, хей, с один и тот же, что-то в тебе такое произошло, чего-то непонятное. А вот глаза, говорит, другие совсем. Я говорю, потому что глаза, зеркало души. Если душа чувствует, реально чувствует, что она бессмертна, это бессмертие отражается. Нет страха смерти. Вот и все. не можете служить Богу и мамоне. Мамоны – это не обязательно что-то совершенно жуткое такое, там, жадность патологическая. Нет, мамоны – это просто притяжение, вот опять, к земле. Вот имущество, автомобили хорошие, дом хороший, там еще что-то, вот это все, которое нас тянет. Грех хотеть этого, да не грех. Не грех хотеть красиво жить. Но только еще раз говорю, первое – это душа, а на втором месте ваши земные удовольствия. Если человек может эти акценты правильно расставить, ничего плохого нет, что он хочет жить хорошо, мы так устроены, вот, и можно иметь прекрасные дома, хорошие машины, и хорошо одетых детей, и сами хорошо одеваться, и ездить на курорты, и все, но при этом не забывайте, что главная цель – это у тебя вот там. Мамоны – это как раз-таки служение вот своему имуществу каким-то таким материальным ценностям. Не обязательно, это жадность, это просто в материю. Человек окунулся, из нее выходить не хочет. Для нее это главное. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. И это на себя, вот этот абзац я испытал, что мне было печально сначала, но у меня вела сильная вера, оно у меня буквально вот в течение месяца сформировалось уже очень прочное. И вот пришли первые дивиденды, которые я получил, это возвращение здоровья. Сердце выздоравливать стало, суставы, прекратились ангины и бронхиты, перестала болеть спина, и многое, что другое произошло. Я стал разгибаться, думаю, ничего себе, это меня укрепило, и моя вера превратилась в убежденность, то есть другая совершенно фаза. Я говорю, теперь мне никто с этого пути никакими ложными не уведет в сторону, толкованиями. Вот она правда, опыт упрямая вещь. И опыт говорит мне, жить можно, вне зависимости от возраста, вне зависимости, как ты стартовал. Я стартовал фактически нищий. Денег нет, квартиры нет, семья на плечах, куда ее девать? Я верю, что все будет хорошо. Я получил это, не сразу, конечно, но через года полтора все сформировалось. Скажем, почему? Потому что проверяется человек, не на три ли ты месяца или на полгода ты пошел, а потом тяготы тебя сбросят с этой лошади. Ну как? Я говорю, нет, мы пойдем дальше, вне зависимости от чего. Вот эти ключи, один за другим формировали судьбу. И когда уже прошло несколько лет, я говорю, да, теперь я совершенно четко имею право сказать, что Бог есть. Почему? Потому что я лично проверил. Действуют законы прекрасно. Если только ты реально по этим законам стараешься жить, это не значит, что ты мгновенно становишься святым. Ничего подобного. Это еще раз говорю, очень долгий путь. Но если ты пошел по этой дороге, прошел какое-то время и не сдаешься, вне зависимости от окружающих обстоятельств, и видят, что ты прочен и тебя подгонять не надо, вот начинает формироваться совершенно другая судьба. Другая. И я так удивился, думаю, а все это нам кажется иллюзией какой-то для многих. А почему? Потому что нет веры в это. Человек даже проверять не хочет изначально. А зачем? Почему проиграли все конфессии те, кто идет? Не в том дело, что в них совершенно пусто. В основе любой конфессии лежит христианство настоящее, только оно слегка, как говорится, искажено толкованиями, мнениями апостолов, которые возвели в ранг святых и никакое отношение к святости не имеют. Вот мы как-то на эту священную корову посмели вдруг обратить внимание, что они не совсем правы. И если бы люди в две тысячи лет назад получили неискаженное христианство и начали бы двигаться по этому маршруту, Земля была бы совершенно другой. Это была бы изумительная планета со сбереженной природой, с великолепными отношениями и внутри народа, и международные отношения, потому что все уважали бы понятие права. Были бы какие-то международные разногласия, их бы решали в той же ООН или где-то спокойно, ясно, без всякой предвзятости, без всякой лжи и мошенничества. Вот же, что было. Вполне возможно жить, вполне возможно. Где корень бед? Искаженное христианство в данном случае, вообще искаженное религия, какая бы она ни была, от какого бы лица посланного Богом она ни приходила. Искажение. А кто ее искажает? Люди. А почему они искажают ее? Потому что головки у них такие, ибо через рассудок в голову лезет чертовщина, и люди принимают ее за правду. А почему они ее принимают за правду? А редкие не принимают это за правду. Потому что если сильный дух, он не пустит в голову, он передавливает волей, говорит, нет, неправда, это не согласуется с теми призывами, которые я получил от пророка или от Сына Божьего. А другой говорит, а я согласен с этим, почему? А работать не надо. Так легче. Вот лучше идти за апостолами, потому что они не требовали работы. А если я пойду за Христом, там работать надо. Там надо лично искупать грехи и страданиями многолетними, и так далее. А если я пойду за апостолами, там Иисус кровь всех искупил, и можно приходить в храм, тебе будут смахивать все свежие грехи один за другим. Прямо как здорово жить-то. И при этом человек забывает, что жизнь-то свою проигрывает. Жизнь уходит в плохую сторону. Грехи накапливаются. Смирения нет, потому что никто вас не учил смирению. И что? Единственное, искупить можно смирением, то есть принятием и обратно наказанием своего, без страха и упрека. А этого не происходит. И закон Божий нас утюжит, и утюжит, и утюжит. И где же те, как говорится, зоркие глаза или души, которые вот это все обнаружили? Почему этого нет? Вот поэтому Иисус все это предвидел. Он, в отличие от нас, от людей, охватывал такие пространства и такое время. Нам не дано это. Это Бог был. И что Он видел? Что без второго пришествия ничего не изменится в лучшую сторону. И Он стал предсказывать уже. Потому что Он видел, люди за Ним не идут. Те редкие ученики Его, некоторые из этих учеников стали апостолами. Он видел, что даже они толком ничего не понимают. Вот можно и у Марка почитать в Евангелии, и в других Евангелиях он сокрушался. Он говорит, вы не понимаете притчи моей. Как же вы можете усвоить вот то, что я вам даю? И вот даже читаешь тексты, чувствуешь, как он напрягался. Что такая печаль, такой гнев. Да что же вы делаете? Вы ушами слушаете, не слышите. И глазами смотрите, и не видите. Это Он говорил не кому-нибудь, а ученикам своим. У Марка есть это, можно даже поднять где это. И вдруг эти люди, которые даже Христа совсем не очень понимали, и вдруг их поставили во главу угла. Что вот они, вот они вам правду говорят. Не совсем. Местами да, правду, а местами и неправду. Что они, христианство, как таковое, не усвоили. И вот еще раз возвращаясь к тому, что ибо того ищут язычники, и потому что Отец Ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. То есть не ищите, что есть, что пить и во что одеться. Вот у меня это тоже было такое напряженное, но наблюдал за собой в самом начале, потому что, еще раз говорю, я остался без денег, без квартиры, и я ответственный глава семейства, который должен, чтобы мои дети и жена не были голодными. Вот я изворачивался вовсю, но я что-то там добывал. Вот. И думаю, я все равно пойду. Мне было больше, конечно, за семью, что я за них боялся. Я думаю, лично мне я могу вот луковицу и корочку хлеба. И я не сдамся, если даже вот это будет у меня, не сдамся, мне этого хватит. А вот им это не хватит. И мне вот это вот сильно мучило. Вот тем не менее, я на этой корочке добрался до нормальной жизни. То есть, все потом вернулось в русло свое, в нормальную жизнь. То есть, вот действительно, Бог видит наше нужное. Но ты ищи Царство Небесное. А в чем оно заключает Царство Небесное? Люди читают, особенно материалисты, они это, да вы какие-то, это, державю. Вы вот в это верите? В какое Царство Небесное? И смеются над нами, хихикают, прям не знаю, как толпами хихикают. Я говорю, а я нашел. Для меня Царство Небесное это жить по закону. Оно здесь, Царство Небесное. Только к нему надо присоединиться. Чем? Выполнением закона. Ты из незаконной зоны переходишь в законную зону. В главе, даже в этой, не в главе, а в статье я это назвал, что мы за условной какой-то колючей проволокой преступники. И за этой колючей проволокой существует здоровье, радость, хорошие отношения прекрасные и прочее. Но мы за колючей проволокой вне закона живем. Мы как в зоне. И выйти туда на свободу с чистой совестью, пожалуйста. А у кого чистая совесть? У того, у кого нет греха. Тогда формируется совершенно другая жизнь. Это проверено. И всем придет нормальная жизнь. Единственная разница в чем? У одного вагон с грехами, а у другого два состава с грехами. Но кто же виноват, что эти два состава у вас появились? Ну кто? Кроме нас нет некого обвинять. Вот. И у Абдрушина есть прекрасная фраза, что говорит, не ищите виноватых. Потому что многие ругают там правительство, чиновников, плохую медицину, плохую полицию, плохих соседей, плохих домашних, все плохие вокруг. И человек забывает, что он сам виновник своей судьбы. То, что сложилось в этом государстве, в этой семье, в этом обществе, на этой улице, в этом доме, где и так далее, всего лишь следствие твоих прошлых ошибок. И на тебя не наваливается. А эти люди, которые тебя достают, это все лишь посредники закона. Они возвращают тебе все, что ты заслужил. И выбраться из этого болота, можно только молча, насупившись, идти в сторону света. Пройдет, может быть, год, два, три, четыре, пять, шесть, и вдруг вы начнете видеть. Еще раз говорю, у каждого одного полгода, год, а у другого, может, и десять не хватит. В зависимости, что он натворил. И вот тогда начинает меняться жизнь. До этого момента желательно, конечно, дойти. И когда вы начнете это понимать, ваша вера превратится в убежденность. Это уже серьезное такое отношение, серьезное достижение в духовной работе. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольный для каждого дня своей заботы. У Абдушина есть глава, называется она, по-моему, «Живите настоящим». Это вот красоту касается. Потому что это оба Евангелия. И Евангелие современное, последняя Библия, финал Байбл. И вот это вот от Христа. Что это значит? Не заботиться о завтрашнем дне, ибо завтрашний день сам будет заботиться. Вы, сегодня встали, и если будете мечтать о том, что впереди вас ждет хорошее, может быть. И как было хорошо лет так 20-30 назад, когда я был молодым, как было здорово, вот, а сейчас этого нету, нет у меня ни свежести отношений там с женщинами, нет у меня и такого здоровья. И вот человек начинает плавать либо в том, что было, как там было хорошо, либо как там будет хорошо, возможно. И забывая, что сейчас, вот он, впадая в уныние, а теряет веру, опять, начинает перебирать свои отношения с друзьями или там с какими-то родственниками, неважно с кем, на работе его начинает мучить, там что-то в голову лезет. И каждый раз он, опять же, теряет время, потому что вы проснулись, и вы начинаете думать, с этого момента работа пошла духовная, и правильно ли вы отнесетесь к этому эпизоду, к этому, или к этому воспоминанию даже, или как будете строить сегодняшний день, из каких принципов. Если по закону будете стараться, это позитив. Если вы теряете время и по-прежнему, по инерции начинаете рассудком решать свои задачи, избегать каких-то моментов, где вы должны были поступить правильно, а вам на это нет ни воли, ни терпения, ни желания, и получается, что лень вас опять затягивает в это болото. Вот и все. Вот об этом это и речь. Вы сегодня проснулись, живите сегодня. Вы сегодня каждым своим решением, а решения мы принимаем десятки, как минимум, мелких и крупных в течение дня. Вот сумма этих решений будет формировать ваше завтра, послезавтра и так далее. Полезно заниматься сегодня, быть внимательным, бдительным, чтобы вам, в голову не влезло, какая чертовщина не заставила свернуть маршруту нормальную. Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какой меры вы мерите, такой и вам будут мерить. Это говорится о том, что люди часто желают плохого, натыкаясь на какие-то неправильные действия скажем, каких-то людей, даже каких-то властей, там, ну, несправедливо, да, несправедливо, но помните главный постулат, Бог, который есть совершенство, сотворил совершенный мир, и в этом мире не существует несправедливости, везде, где она существует, эта несправедливость, она идет по адресу, люди это заслужили, это и есть высшая справедливость, потому что люди не желают исправляться, не желают уходить от греха, а следовательно, грех пачкает мир, а мир кому принадлежит, Богу, а не нам, мы гости здесь, если гость себя ведет неправильно, ему обязательно придет за это возмездие, надо об этом помнить, можно, конечно, игнорировать законы, да, пожалуйста, свобода выбора за нами, игнорируйте, продолжайте, люди так они и делают в общей массе, ну, соответственно, видите, как все сползает в какую-то бездну, уже безобразие какого-то, даже не знаю, как назвать, это уже бесчеловечность, такие случаи бывают, даже обсуждать не хочу, вот, поэтому, с какой яростью человек пытается навесить наказание кому-то, желать, с такой же яростью к нему и его закон за его грехи придет, вот и все, поэтому, прощайте, и прощины будете, в этом и есть великолепная возможность и самому, к самому, чтобы суд отнесся нормально, и искупать грехи, и что ты смотришь на сучок в глазе ближнего твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь, ну, потому что лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего, то же самое я на себе испытал, что у меня тоже когда-то было желание упрекнуть кого-то, может быть, не буквально, вот, про себя, ну, что же там такой сякой он делает-то, вот, чего это он такой, и потому что вокруг много, за что можно упрекнуть, а вот в связи с работой над собой прошло не такое уж большое время, может, год-полтора-два, и я смотрю, что оно само по себе естественно вот это ушло, желание кого-то обвинить, потому что каждый раз, когда у меня это возникало, я говорю, посмотри на себя, ведь у меня это тоже есть, ну, что же его обвинять, ну, может, у него-то в 10 раз больше, но у меня-то червячок такой тоже есть, он тоже во мне сидит, и вот эта честность по отношению к себе, прежде всего, смотрите, самоконтроль должен быть, и наше окружение, это наши зеркала, видишь что-то, не спеши обвинять, не спеши, там, что-то там выдумывать, а прежде скажи, а вот у меня это и есть, если вы честны по отношению к себе, вы почти всегда найдете в себе, хоть исчезающую маленькую, дозу вот этой ошибки, и все, ведь это что такое, это и есть жизнь, она нас учит, только надо уметь читать в лицах окружающих свои проблемы, прекрасно можно, если вы честны, еще раз говорю, по отношению к себе, просите и дано, будет вам, ищите и найдете, стучите и отворят вам, вот, опять же, просьба должна быть по-детски простой, ищите и найдете, стучите и отворят вам, но были у меня люди, которые говорят, что мы искали, люди ходили по храмам, разные, есть один человек, который говорит, я две религии поменял, в эзотерику сунулся, три-четыре этих варианта, и сначала очарование, а потом приходит разочарование, вот, и говорит, что ж такое, что все это ложь вокруг, я говорю, да не все ложь, не все, но путь этот, скажем, один, а вот ложных путей тысячи, и найти один, может, только душа живая, а что значит живая душа, у которой совесть еще жива, вот, и чувство достоинства, которое не дает себя унижать, там, за деньги, за это, за это, недавно, вот, я смотрел по телевизору, такие передачи есть, развлекалочка, показывают, не то в Польше, не то в Чехословакии, ой, в Чехии теперь уже, там показывают, подходит молодой человек к девушке, и говорит, вот тебе там 5000 единиц, ну, какая-то валюта, и даже это в России, по-моему, тоже такое было, показали российский вариант, вот, разденешься у меня в машине, ну, до белья, ну, помялась, помялась, сразу так получить деньги, да, пошли, а вот если снимешь еще что-то, еще 5000, так, да, я вот об этом говорю, что, вот, можно заработать, а если человек нормален, скажет, знаешь что, иди-ка ты туда, куда знаешь, потому что человек не будет этого делать, да, здесь он голодный не пойдет на это, это и есть достоинство, вот, ну, есть люди, которые делают это даже из какой-то бравады, из, такое, как это называется, эпатаж, вот, но в любом случае, это отсутствие достоинства, отсутствие каких-то даже вздрагиваний души, нет ее там уже, умерла, мертвая в духе, их Библия называет, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, потому что тесны врата и узы путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их, вы сами видите, что я вижу за свою жизнь, сколько лекций было прочитано, сколько выступлений, в интернете есть информация, если интересует этим какие-то, может, тысячи, может, десятки тысяч, но миллионы и миллионы лайков приходят туда, где как раз непотребство все, вот, это говорит о том, что далеко не все люди это ищут, потому что многие считают, что если я там раз в неделю, это в лучшем случае схожу в храм, я за религию свою, как говорится, отработал, все, что положено, я делаю, это и есть слепые, это и есть мертвые, потому что ни мозгов нет, ни души нет, которые чувствуют, что идет провал, и надо что-то предпринимать, нет вот этот конформизм, да как-нибудь доживем, ну доживай, воля твоя, свобода выбора никто не отменял, а наши врата тесные, потому что победить лень не так просто, я после вот этих цитат вернусь опять, а что мы должны конкретно делать, я еще раз повторю это все, вот, что конкретно, поэлементно, что делать, берегите лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные, по плодам их узнаете, а какие плоды, а плоды, еще раз говорю, люди десятками, сотнями, миллионов, ходят в разнообразные религии, продолжают страдать, терять своих детей, своих мужчин на войне, своих женщин, непонятно от чего, то есть люди погибают в катастрофах, в авиационных, в автомобильных, в морских, их травят всякими лжепродуктами, чего только не происходит, колоссальное количество людей погибает, теряет совесть окончательно, то есть идет деградация с огромной скоростью, это и есть плоды, лжепророков, лжеучителей, мы их видим воочию, еще раз говорю, хоть одна бы конфессия была права и воспитывала бы людей так, как положено, как завещал Иисус Христос, вот, что бы произошло, эта паства бы научилась жить по закону, постепенно, конечно, 5, 10, 15, 20 лет, 30 лет, поколение с поколения, дети, внуки пошли, эта паства бы показала, что жить, оказывается, на земле можно прекрасно, это были бы здоровые люди, порядочные, с горящими глазами от радости, в отношениях и так далее, вот так бы было, если бы хоть одна конфессия имела полноту истины, а не то, что непонятно какой обрубок и замазанные непонятно какими там цитатами и текстами, которые абсолютно не соответствуют Слову Божьему. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца моего Небесного. А что за воля Отца? Заповедь. Воля Отца – это Святой Дух, Святая Воля, и она требует от людей, перестаньте пачкать мир, научитесь жить по заповедям, а если не хотите жить по заповедям, значит, включился сейчас вариант, суд идет, и никто не избежит этого суда. Никакие катакомбы, никакие запасы продуктов, хоть на миллион лет вы копите их, никто не сможет уйти отсюда. Здесь вот как раз я какой-то вывод сделал по поводу апостолов. Это глава 10 Матфея. «Призвав учеников Иисус, то есть Он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немочь. И далее, даром получили, даром отдавайте». Почему Он так сказал? Апостолы не успели научиться выполнять заповеди за то короткое время, когда с ними был Иисус. Он где-то, может, три, может, четыре года с ними был, примерно, за это время, вот еще раз говорю, Он сокрушался, что они даже его не всегда понимают. Естественно, до святости им было очень далеко. Тщеславие, непобежденное, как-то потом, даже в Новом Завете, оно обнаруживается, когда один апостол другого там обвиняет и так далее. И получается, что Он уже знал, что Его скоро убьют. Он это чувствовал. будущее Он прекрасно видел. И тогда Он понимает, что когда Его тьма уберет, как говорится, со сцены жизни, а дальше христианство мгновенно говорит, тогда Ему конец. Нужен был какой-то авторитетный, этот момент дать апостолам, чтобы им люди верили. А как? Они люди верят, когда у человека есть способности какие-то есть. Вот Он их и наделил. Ну, Он и сказал, даром получили. Вы не своим трудом это добились. От меня даром и даром отдавайте. И все. Видите, в чем смысл? В каждой фразе Христа она настолько емкая, многозначащая, многозначая и глубокая, ее надо понимать, а не просто один звук только идет, а глубины слова-то нет. А это все же то и есть в Новом Завете. Даром получили, даром отдавайте. Вот я посылаю вас, как овец среди волков. Итак, будьте мудрые, как змеи, и простые, как голуби. То есть, вы не просто будьте простыми и честными и так далее, но мудрые, как змеи, потому что с тьмой бороться очень сложно, и в открытую на нее не пойдешь. Поэтому, если бы апостолы начали шум и гам, да мы вас сейчас, да вот оно, христианцы, лучше, чем ваше, их бы мгновенно казнили камнями, забросали и так далее. Том-то и суть говорит, будьте мудры, как змеи. То есть, надо немножко мимикрировать, как по обстановке. Тоже совет очень хороший, потому что в конечном итоге даже вот лекции мне приходилось сколько раз, их пытаются сорвать. Где-то не дают зал, хотя уже плачем все, где-то не пускают на 9-е ливиде, не чаще всего, когда я в России работал. Даешь какие-то тезисы, а мне их возвращают через день-два и говорю, в чем дело? Ну, руководство как-то не хочет. Я говорю, а что вот в этом тексте настораживает? Ну вот, я говорю, я не только там против власти, или что, я наоборот говорю, полное разрушение, вплоть до эмоций, никаких обвинений никому. Это бы вроде власти даже хорошо было. Нет. Кто-то стоит на страже эфира, чтобы вот эта правда не попала в людские головы и в людские души. Следовательно, я говорю, наши СМИ все перешли под флаг дьявола. Никуда не денешься, это вывод чисто мой. Не пускают? Вот, даже за большие деньги, которые мы собирали. Раз, два, три, удается прорваться ненадолго. Вот, ну и потом кто-то это слышит и говорит, нам этого тут не надо. У нас есть свои тексты. И будете ненавидимыми всеми за имя Мое, претерпевшие же до конца спасется. Что это значит? Есть и другие тексты, где он говорит, мир возненавидит вас за имя Мое, но прежде он возненавидел Меня за то, что я обличаю, что дела его злы. Вот, и Иисуса за это убили, и апостолы тоже практически почти все погибли, по-моему, кроме одного, потому что нести Слово Божие даже в той форме, в которой они пытались, это бесит вот эту окружающую конфессиональную власть. Вот, именно не политическую власть, а конфессиональную. Это всегда были враги Бога на земле от сотворения мира, как только грехи пошли и первые религии появились. До сих пор. Вот. И вы сами понимаете, почему. И так, всякого, кто исповедует Меня перед людьми, того исповедую и Я перед Отцом Моим Небесным. А кто отречется от Меня перед людьми, отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным. Не думайте, что Я пришел принести мир на землю, не мир пришел Я принести, но меч, ибо Я пришел разделить человека с Отцом Его, и дочь с матерью Ее, и невестку со свекровью Ее, и враги человека домашние Его. Но ведь Иисус это все выстрадал, живя до 30 или 40 лет на земле. Что Он имел в виду? Что нельзя любить отца, мать, или жену свою, или дочь, матерь не имеет права. Имеет право. Но только эта любовь не должна быть выше любви к Богу. Почему? Потому что наши отношения несовершенны. Мы часто срываем друг на друге настроение, и многое, что другое происходит, негатива. Поэтому тяжело бывает в семейной обстановке. Вот поэтому, если человек исповедует Бога, реально, идет в жизнь по заповедям, в нем гаснет вот это желание с кем-то разбираться, скандалить, он прощает, он становится очень мирным, тем самым начинает окружение бесить. Почему? Потому что люди, которые со своими бесами не расстаются вокруг него, они начинают атаковать. Не родственники, как бы, они не понимают, что они делают, не ведают, что творят. Но их бесы начинают доставать их самих, пока не науськают на того, кто идет вперед. Это сплошь и рядом происходит, и вы сами многие это испытываете. Никуда от этого не денешься. Иисус, так и сказал, враги человека домашние его. А разделить там, где нет любви, что за меч? Если нет любви, один человек становится не такой гирей, который невозможно с ним идти, вот привязанная к тебе гиря не дает возможности вверх. Потому что с утра до вечера эти скандальные такие отношения, постоянно какая-то либо злая ирония, либо раздражение, этот день и ночь вплоть до скандала, до гнева доходят, и в конце концов, он становится совершенно невыносимо. И говорится, я не ухожу к кому-то другому, я просто ухожу из дома. Мне невыносимо в этом доме становится. Имею на то право. И вот тут опять же весы. А где эти весы расположены? Вот здесь ощущение. Это ощущение. Терплю, терплю, а потом как струна лопается. Не хочу. Не могу и никогда больше не вернуть. Все, уходишь. Это и есть меч. И враги человеку, домашние его. Кто любит отца или мать более нежели меня, не достоин меня. Кто любит сына или дочь более нежели меня, не достоин меня. Еще раз говорю, любить мы можем, но только не должны делать идолов. Не из своей жены или мужа, не из своих детей, ради которых мы начинаем там покупать им места в вузе, или еще где-то чего-то мы тех самых развращаем. Вы же сами, вот наше поколение, нас никто ничего не покупал. Мы боролись, грызлись ногтями и зубами за свое образование, за место под солнцем. Ни папа, ни мама мне ничего не делали. Они что, были нищие? Нет. Нормальные, средние люди. Мне отец только говорил, если тебя на улице побили, не бегай, не ной мне, не жалуйся. Если какие-то там большая компания или там какие-то здоровенные лбы, а ты вот такой маленький, там тебе лет 8-10, не лезь. А если там ровесник твой, ну, умей дать сдачу. Ты мужчина, ты не имеешь права на нытье. И он меня вот так воспитывал. Мне, конечно, было горько, что он меня не защищает, там, как вот некоторых отцей. Вот, я часто там слезы, слезы там на кулак наматывал. Вот, но потом прошло время, когда вот я воспоминаю, думаю, спасибо, он правильно меня воспитал. Нельзя быть нытиком. Вот. Это и женщине, касается, но женщине немножко другое. Женщины более нежные существа. И не их дело воевать, как говорится. Это мужчина должен их защищать от невзгод в жизни. Так что, в воспитании, как раз, вот это все сказывается. истинно говорю вам, если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. О чем это? Не будете как дети, не войдете в Царство Небесное. Ребенок не изуродован интеллектом еще. Чем меньше, тем меньше у него интеллекта. Он его еще не наработал. Он еще не хозяин его я. Вот в чем смысл. Не будете как дети. То есть, вера должна быть вот как детская. Не глупое вот ребячество. Нет. Именно, что не под гнетом рассудка. Ребенок верит в Дед Мороза, в какие-то еще чудеса. А он так верит в это просто вот, ну абсолютно верит. Что ему взрослые сказали, да, вот у нас такая должна быть вера в Бога. Непосредственная, естественная, реальная, нерассудочная и нечувственная, именно душевная. Ибо где твое или трое собраны во имя мое, там и я посреди вас или посреди них. Потому что когда люди объединяются, примерно равные в духе, им очень хорошо вы это тоже заметили, только если они примерно равны. Они так, что один вот там, другой вот там, тогда наоборот начинается что-то такое не очень хорошее. Вот именно когда равенство в духе, это и написано во имя мое собирается. Реально, если эти люди уважают Христа, они причастны к Нему своим трудом, верой, вот тогда им будет прекрасно и очень хорошо, хотя бы даже их трое. А если это побольше коллектив, будет очень здорово. Притча о винограднике и работниках, плата по динарию всем поровну, так будут последние первые и первые последними, ибо многие много званых, а мало избранных. О чем эта притча? Если вы не помните, я немножко напомню о чем. Значит, хозяин какой-то нанял работников утром, обещал им плата, динарий. вот, когда день клонился к закату, и уже под самый конец он нанимает еще работников и им тоже по динарию. Те, кто первые пришли работать, они возмутились. Как же так? Мы работаем давно, и нам плата такая же, как те, которые пришли только что. Возмутились. Он сказал, я с вами договорился по динарию, да, вы его получили, да, до свидания. То есть, не лезьте, я хозяин, и так далее. О чем эта притча говорит? Допустим, есть люди, которые пришли 20 лет назад на этот путь. Динарий, это Царство Небесное, они серьезно работают, они туда идут. И вдруг приходит сейчас кто-то, 20 лет спустя, он получает тот же динарий, если он тоже стартовал и идет правильно и быстро. И далеко не всегда те, которые раньше пришли, сильнее тех, которые сейчас пришли. И это тоже заметил. Что люди по 10-15-20 лет в теме, они слабее тех, которые месяц может пришли у человека, ярко получается все, а те начинают добыть авторитетом. Да я знаешь, сколько уже тут думаю о Боге. Ну, это об этом притч сказано, что мы все равны. Когда ты не пришел на этот путь, цена одна. Если ты серьезен в отношении к Богу, к религии, к вере, динарий – это твое царство небесное, ты его получишь. И познайте истину, и истина сделает вас свободными. Всякий, делающий грех, есть рабство и греха. Вот как раз от этого рабства греха Иисус обещает, говорит, познайте истину. А в чем истина для нас? Если мы начинаем жить по закону, у нас уходит все плохое, но это не последний дивиденд. Нам открываются другие миры, и мы там присутствуем своими оболочками другими. И мы можем двигаться дальше, познавая эти миры. И вплоть до духовного, сознательного мира мы можем объять все творение, которое нам причитается. В этом и есть осознание, в этом есть истина, в этом есть цель глубокая и, можно сказать, даже великая цель Духа Человеческого. Нам доверили это, а мы провалили и грехами своими пачками этот мир. Кто же нас выпустит с этого материального пятачка в более чистые, более легкие миры? Мы слишком тяжелые, мы слишком ленивые. В том-то и дело, что весь смысл нашего прихода на Землю это победить лень. То есть мы из ленивого незнайки должны знать сильными, активными, знающими людьми, душами. Вот только тогда нам открываются врата и нас выпускают из этого мира. И нам дано несколько жизней, как минимум. Если мы за несколько жизней с этим не справились, все попытки провалили, остается только судить. И этот суд к чему призван? Просеять людей, огнем неугасимым сжечь все сорняки, то есть все, кто негодны и будут продолжать пачкать мира и не их собираются останавливать, значит, они будут устранены с лица земли. Хотя они тоже вечные духи, так же, как и все. Мы все вечные, мы не имеем физической смерти в духе, но не имеем права на сознательное бытие. Мы сюда пришли, чтобы осознать этот мир, осознать свои задачи, а осознать их, это значит присоединиться к законной жизни, к жизни по заповедям. Чем Абдуршин, скажем, больше, чем Иисус? Он дал тот свод законов, которые люди не признают как заповеди. Это не заповеди, это просто законы, действующие в этом мире, как силовые линии, которые мы не можем игнорировать. Заповеди там не убей, не укради и так далее, и так далее. Они были раньше. А вот закон подобия, закон тяготения, закон компенсации, закон справедливости, закон такой-такой, закон движения, мы позже немножко его обсудим. Вот именно Абдуршин дал, и я через его тексты стал понимать, как взаимодействует наша душа, наши мозги с этими мирами. Это было для меня тоже такое откровение, уже серьезное, я думаю, да. И когда я читал, думал, не может человек это написать, это не человек писал, я еще не знал тогда, кто такое Скажер Замбергард, но чувствую, что не может человек этого знать. Это может только дано быть свыше, и потом, в конце концов, я добрался, кто это и почему. и вот еще раз возвращаюсь к греху, что если у человека есть ревность, зависть, обиды, лень, которая мать всех пороков, и мы рабы этих эмоций, рабы своей лени, в том-то и дело Иисус призывает, избавьтесь от своего рабства, и вы жизни своей не узнаете. Только вы хотите сразу и сейчас. Многие считают, ой, сколько же пахать нужно, чтобы мне потом хорошо было. Вот, ну, еще раз говорю, свобода выбора, тоже закон. Если не хочешь, не работай, продолжай барахтаться, никогда тебе тогда хорошего не будет. Многие обходят этот закон как? Мошенничеством, интригами, себе жизнь какую-то устроят, но у них все время потом еще больший провал, чем был, как говорится. Поэтому мы должны избавиться, прежде всего, от эмоций. А почему именно от эмоций? У нас рассудок работает на волне 300 тысяч километров в секунду примерно, электромагнитные колебания. А чувства на два порядка выше. Поэтому они над нашим мышлением доминируют. И пока мы эту доминанту не поставим на место, у нас никогда мозги нам служить не будут. Чуть позже, уже говорил, вернемся к этому. А овцы за ним идут, потому что знают голос его. Это что за фраза такая? Овцы идут, потому что знают голос его. Вот когда Иисус сходил по берегу озера, где увидел Андрея и Петра, по-моему, он сказал, идемте за мной, они за ним пошли. А почему? А вот они услышали душой, что это кто-то, это не просто какой-то другой рыбак или кто. Они почувствовали, туда надо идти. Вот это есть ощущение. А но ночью у них еще было живое ощущение. Вот об этом говорят, что овцы знают голос своего пастыря. Они отзываются на него. Как в сказке. Помните, есть сказка про козу и семеро козлят, когда мама, уходя за молоком, сказала, двери не открывайте, только на мой голос. кончилось плохо, что козлята, не имея ощущений, открыли волку. Это сказка говорит о том, что мы должны эти ощущения иметь. Если у нас проснулась душа и ощущения есть, никогда никто на ложный путь не утащит. Потому что вот здесь сразу как сторож, что-то не то, что-то тут не хорошо. «Я есть путь и истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Что имел в виду Иисус? «Я есть путь и истина и жизнь, никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Иисус был Слово Божие. И к Нему причастие не на словах должно быть, а на деле. И к Отцу можно прийти только через выполнение этого Слова. Вот в чем суть Его слов. Других путей нет. Что пророков не было до Христа, были. А почему именно Иисус так говорит исключительно? Он и в другом месте говорит, «Я пришел не нарушить пророков и законы, но исполнить их». Он подтвердил преемственность. А почему, говорит, тогда исключительность такая? А потому что Он был Бог в отличие от пророков. У пророков подъемная сила и сила для того, чтобы защитить человека, идущего к свету, значительно меньше. Пророки из первосотворенных, они были сотворенные, а Иисус был Сам от Творца. Я и Отец едина суть. Эта сила огромная, и тьма никогда не сможет победить. Вот в чем его исключительность. То есть, по его лучу можно подниматься и не беспокоиться, если вы ему соответствуете своей верой, волей и так далее. Учитель, какая наибольшая заповедь в законе? Это Матфея, 22 глава. Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей и всем разумением твоим. Сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя». Всем, вот именно здесь как раз подчеркнуть, всем сердцем, душой и разумением. Это говорит о том, ощущения, чувства и мысли. Все должно быть. А мысли никак не подчиняются. Почему? Как раз-таки рассудок под контролем тьмы. И здесь навести порядок нужно в первую очередь. Помимо веры, помимо цели, которые мы уже обсуждали, есть еще и контроль за рассудком. И вот этого элемента никто и никогда не давал. И здесь очень важный элемент. Нужно рассудок сделать слугой душе, а не наоборот. Когда мы полностью под контролем рассудка делаем не то, что хотим. Что я озвучил когда-то апостол Павел «Доброго, которого хочу, не делаю, злое, которого не хочу, делаю». Потому что рассудок формировал у него отношение к жизни. И он сокрушался, почему так? Да потому что надо было знать, какой методикой поставить рассудок на место. И мне пришлось когда-то этим заниматься не сразу и не просто было, но какое-то время понадобилось, чтобы понять, каким образом защитить от тьмы собственный рассудок. И тогда рассудок заработал и стало очень просто и ясно понимать Христа. Это была большая победа. «Если любите меня, соблюдите мои заповеди, и я умолю Отца и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек. Духа истины, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает его, а вы знаете его. Еще немного, и мир уже не увидит меня, а вы увидите меня. Кто имеет заповеди мои и соблюдает их, тот любит меня, кто любит меня, тот соблюдет слово мое, и Отец мой возлюбит его, и мы придем к нему, и обитель у него сотворим. Не любящий меня не соблюдает слов моих. Утешитель же Дух Святый, которого пошлет Отец во имя мое, научит вас всему и напомнит вам все, что я говорил вам. Если заповеди мои соблюдете, пребудьте в любви моей». Ну, сколько вот текстов, что такое любить Бога. Вот. И почему-то вот мимо этой доминирующей фразы проходят мимо наши христиане, к сожалению. И не в упреком это даже говорю, потому что я не имею права не упрекать, не судить никого. Судить нас будет Бог всех в равной степени. Но удивление просто. Думаю, как же они читают Библию и не понимают этого всего. А потом вспоминаю опять же слова, как Исаии, и потом Иисус их повторяет, что люди ушами слушают, но не слышат, глазами смотрят, но не видят. Не видят они это. И не хотят обратиться, чтобы я исцелил их. Потому что люди понимают, что если согласиться с этими текстами, надо выполнять заповеди. Ох, как не хочется. Как же лень в нас ворочается и сопротивляется. И обслуживает ее легион бесов в голове. Попробуй все это, опрокинь. Для этого нужна сильная вера, смелость, напор сильной воли. То есть набор качеств, которые далеко-далеко не у всех имеются. Еще раз вот говорю. Я умолю Отца и даст вам другого утешителя. То есть о чем это говорит? Другого утешителя. Другой придет, не Иисус. Ждут же второго пришествия Христа все. Одного прибили гвоздочками идут. Наверное, второго тоже готовы. Духа истинный, который мир не может принять, потому что не видит его и не знает. А вы знаете его. Почему? Помните на 50-й день после смерти Христа сошествия Святого Духа на учеников было? Что потом возникло ложное мнение, что только для них персонально и так далее. Дух исходит на всех, на всю землю, для всех людей в равной степени. Идет обновление энергии в творении, в том числе и на земле. А в чем разница? Мир не видит его и не знает, и вы знаете его. Они еще тогда не совсем остыли после Христа. 50 дней это не так уж много. У них еще возможность была принимать верхнее излучение. Поэтому он видел, что они еще смогут принять. А дальше потом их последователи уже перестали это воспринимать. Но посчитали, что раз они приняли Дух Святой, только они имеют право наложением рук передавать священство, право на священство. и вот это все потом и ушло в песок, что дело не в том, что кто-то на кого-то руку от имени Духа Святого, а твоя личная чистота, есть она или нет. Если бы люди больше были озабочены собственным поведением и приложением к себе Слово Божьего, исполнять его, тогда это были бы действительно священники. И именно своим опытом, они его передавая другим, могли научить людей жить по закону. А этого и не произошло как раз. Тут много слов как раз и говорится и так, и так. Пять раз доминирующая фраза, что нелюбящий меня не исполняет слов моих. Ну и что? Получается, никто его и не любит. Вы не называетесь учителями, ибо один у вас учитель Христос. Все живые братья, и отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас отец, который на небесах. учителями у нас и батюшками называется, сами знаете, кто. Прямое тоже нарушение, хотя бы не столь важное. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное человеком, ибо сами не входите и хотячих войти не допускаете. Оставьте их, они слепые вожди слепых, а если слепой ведет слепого, то оба упадут в яму. На горе Ильонская конца веков. Ну, я не часто говорю, наверное, смысла нет, что будет там войны, военные слухи, землетрясения, наводнения, будет дано еще одно Евангелие, которое как раз и есть обдрушен. Именно об этом Евангелие говорило, что перед кончиной веков будет еще одно Евангелие, которое предваряет приход второго лица, в данном случае сына человеческого. Притча о девах разумных и неразумных. Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые взяли светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них пять было мудрых и пять неразумных. Неразумные, взяв светильники свои, не взяли с собой масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И как жених замедлил, то задремали все и уснули их. Но в полночь раздался крик. Вот жених идет, выходите навстречу ему. Тогда встали все девы, те поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым, дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут. А мудрые отвечали, чтобы не случилось недостатки и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе. Когда же пошли они покупать, пришел жених и готовые вошли с ним на брачный пир и двери затворились. И после приходят и прочие девы и говорят, Господи, Господи, твори нам. Он же сказал им в ответ, истинно говорю вам, не знаю вас. И так бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, который придет сын человеческий. О чем эта притча? Ну, надо догадывать есть многие, что это говорит, а у кого есть еще живой дух, они его чувствуют и выйдут к нему навстречу. А у кого этого духа нет, они не знают. Ведь у нас не секрет, что люди, которые в теме и уже не первый год, многие ничего не чувствуют, потому что работают, как говорится, в полсилы, а то и в четверть силы, а то и вообще не работают. Заставлять я их не хочу, потому что человек, имея свободу выбора, сам должен себе давать установки, и все, я не имею права человека принуждать к чему-то. Я могу посоветовать, могу поддержать, могу проконсультировать как-то, но это все могу научить и дальше. Сам человек должен действовать. Поэтому там, где нет масла, это, говорит, там душа уже не работает. И вот когда души, которые уже не способны двигаться самостоятельно, пристают к людям, которые движутся самостоятельно и говорят, ну что, дайте нам немножко поддержки, возьмите нас, а человек рядом стоит, говорит, да я сам еле тяну. Если я сейчас гирю эту повешу, я и сам утону. Что, собственно, и происходит? Я уже об этом говорил. Это об этом притча. Потому что, чтобы тащить кого-то на себе, надо иметь колоссальную силу духовную. Такие люди иногда есть. И получается, до поры до времени это бывает. Знаю одну пару, когда, скажем, муж не в теме, из отелей когда-то увлекался, а жена в одиночку пошла. У ней получалось здорово, но в конце концов она сказала, мне становится все тяжелее и тяжелее, что делать? Я говорю, слушайте душу. Ваша душа есть, ваш командир. Ну, а что вы посоветуете? Я говорю, я вам посоветую, вы поступите. А потом ваша судьба обернется так, и вы начнете говорить, что я вам посоветовал, а теперь мне плохо. Я говорю, не имею права решать за вас никогда. Я могу подсказать, что вам делать в духе, какие ошибки это, это, подсказать уровень вашей веры, где-то поддержать вас силой, но решение принимать должен сам человек, это очень важно, свобода выбора. Я не имею права наступать на этот закон, потому что, если я предлагаю людям жить по закону, я сам первый должен их соблюдать. Вот и все. Когда же придет Утешитель, которого я пошлю вам от Отца, Дух Истины, который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне. Ну, еще одно подтверждение. Почему Абдуршина говорит, что Иисус был временная миссия. Он пришел и ушел, потому что, скажем, Он был чистый Бог, без примеси. А Сын Человеческий, Он при вхождении в творение, для того, чтобы Он не был притянут обратно к Богу по закону подобия, это было бы неизбежно. И поэтому в первосотворенном мире Он связался с квинтэссенцией первосотворенного духовного. Тем самым Он приблизился как бы к человеческой сути, Он стал по породу ближе к нам, чем Иисус. Поэтому Иисус, Он, скажем так, это была миссия такая, потому что требовалось немедленно помочь Земле. А для того, чтобы сформировать такое действие, как приход Сына Человеческого, понадобилось, как видите, две тысячи лет. Ведь две тысячи лет готовился приход Сына Человеческого. Это непросто было. В обдушине как раз описывается Его путь, что там произошло, каким образом Его готовили. А Иисус Христос как метеор ворвался на Землю, Он был плохо одет до Земли, что ли, Он светился, от Него вот это Богом, как бы это не пахло, как сказать, Он пронизывал всех этим излучением. Почему? Он сразу убеждал людей, потому что Он мгновенно влиял на душу, не только слова, а еще и излучение мощнейшее было. Но в то же время Он слишком легко был обнаружен, то есть спрятаться не мог, потому что таких людей не было, это не человек был. А вот второй Сын Человеческий, Он закрыт, его обнаружить невозможно, потому что, учитывая, что произошло с Христом, для того, чтобы выполнить надежную миссию, Он скрыт до поры до времени. И придет тогда, когда на Земле начнется вот этот раздрай, апогей сам пойдет, уже последнее заседание суда, и когда все враги разнообразные будут заниматься спасением собственной шкуры, вот тогда Он выйдет и скажет, позовет людей, кто хочет, идемте за мной, кто не хочет, оставайтесь, при своих решениях каких-то, пожалуйста. Закон, это незыблемое действие, в том числе и от него, он тоже законы выполняет, он тоже ни от кого ничего не потребует, только добровольцы могут пойти к свету, потому что то, что человеку не нравится или он не хочет, он никогда не добьется того, чего он не хочет, не бывает такого, это невозможно. И он пришедший обличит мир о грехе и о правде и о суде, обличит мир о грехе, что никто не собирается с грехами-то бороться, о правде, что мир не увидит больше Христа, а придет воля Божия, это и другая ипостась, и о суде, суд над нами и суд над дьяволом, то есть князь мира всего осужден, о грехе, что не верует в меня, о правде, что я иду к отцу моему, и уже не увидите меня, о суде же, что князь мира всего осужден. Когда же придет он, дух истины, то он оставит вас на всякую истину, он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Очень много текстов таких, которые говорят, что совершенно разные дела будут, которые были две тысячи лет назад и сейчас. В чем особая разница в том, что Иисус, я так аллегорично говорю, что Иисус был последний терапевт, посетивший планету, а сейчас приходит хирург удалять опухоль. Мы уничтожаем Землю, вы посмотрите, что творится в океанах, в лесах, вырубка лесов идет тысячами квадратных километров ради денег, уничтожение в море, выбрасываются киты, дельфины, гибнут, все гибнет, погибают пчелы, и кругом вот это все идет, свистопляска такая, а люди улюлюка за миллионы, за миллиарды борются, одни страны у других пытаются что-то отобрать, в кучу собираются одни, чтобы сожрать другого и так далее, и так далее. Это что, люди? Это не похоже на человека. Человек – существо, производное от света, а если мы от него отвернулись и не собираемся возвращаться, только жесткий суд поставит все на место, и эту раковую опухоль удалит с лица земли. Другого это невозможно. Миллионы лет к нам ходили пророки, и мы ни одного не послушали. Ни одного. И последний, который к Иисус приходил, и его убили, и потом слащавую сказочку сделали, что он за нас в общем-то все и искупил, а нам можно ничего не делать, продолжать грешить, воевать, обманывать и так далее. Соборное послание апостола Иоанна. Кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдают, тот сжетенет нем истины, а кто соблюдает слово его, в том истину любовь Божия совершалась, из всего узнаем, что мы в нем, это о причастии. Кто говорит, что пребывает в нем, тот должен поступать так, как он поступал, тоже о причастии. То есть, если человек начинает жить так, как Иисус говорил и его словами, делает их образом жизни, он причастен ко Христу. это не просто просфора и когор, это символическое причастие, в данном случае, конфессии. Но чтобы ко Христу быть причастным, надо реально выполнять его слова. Реально. Апостолы, ну, это не буду читать. Так, сейчас у нас время много уже. Чуть-чуть еще и все. И пришли матери и братья его, и стоя вне дома, послали к нему звать его, и стоя вне дома, послали к нему звать его. Около него сидел народ, и сказали ему, вот матерь твоя и братья твои и сестры твои вне дома спрашивают тебя. И отвечал им, кто матерь моя и братья мои. И обозрев сидящих вокруг себя, говорит, вот матерь моя и братья мои, ибо кто будет исполнять волю Божию, тот мне брат и сестра и матерь. Вот, когда я прочитал, я понял, что как раз таки с Богоматерью немножко это накрутили, потому что Иисус говорил, что мне больше дороже ученик, который со мной и делает то, что я ему говорю, чем матерь. Получается, что мать не столь велика, как это особенно католики сделали, они же ведь мать фактически поставили выше Христа. это тоже интересное такое явление. Вот. Ну, вот то, что я читал, не буду зачитывать. И говорит им, не понимаете этой притчи, как же вам уразуметь все притчи? Не буду уже повторяться. Приносили к нему детей, чтобы он прикоснулся к ним. Ученики же не допускали приносящих. Увидев то, Иисус вознегодовал и сказал им, пустите детей приходить ко мне и не препятствуйте им, ибо таковых есть Царствие Божие. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие как дитя, тот не войдет в него. И обняв их, возложив руки на них и благословил их. Ну, и вот тоже один из, я уже сокращу, так один из юношей сказал, «Знаешь заповеди, не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидействуй, не обижай, почитай отца твоего и мать». Он же сказал ему в ответ, юноша, «Учитель, все это я сохранил от юности моей». То есть, я это выполняю. Иисус, взглянув на него, полюбил его и сказал ему, «Одного тебе не достает, пойди все, что имеешь, продай и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небесах, и приходи, последуй за Мною, взяв крест». Он же, смутившись от всего слова, отошел с печалью, потому что у него было большое имение. Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Небесное, в Царство Божие. О чем тут? Из этого сделали заключение, что только нищие могут быть христианами, что все надо раздавать и так далее. Неправда это, потому что сказано было для юноши, который имел большое состояние, обратите внимание, это был не пожилой человек, а юноша. И юноша должен был в жизни накопить вот эту волю и так далее, преодолевая препятствия. А какие у него иметь препятствия, если у него бешеные деньги? Он все покупал, он может тебе купить жену, десять, наложниц, все решается, ни за что бороться не надо. Вот в чем суть притча. Тебе мешает богатство. Если у тебя богатства не будет, тебе приходится царапаться и лезть, за жизнь бороться, строить каждый эпизод своей волей, напрягать и так далее. Вот зачем эта притча дана. Чтобы избавить от лени этого молодого человека, нужно, чтобы мы не мешали вот эти уже готовые жизненные условия. Вот поэтому не надо бегать от того, что нам жизнь предлагает. Вы не представляете, что наши все тяготы, внешние, вот то, что нам даются, они нам во благо. Вот почему я родилась когда-то такая пословица, чем хуже, тем лучше. С точки зрения быта тяжело и очень, но с точки зрения духа, если ты достойно выдерживаешь препятствия за препятствием, ты начинаешь очень быстро по ступеням строить свою лестницу в небо. Вот и все. И тогда спрашивается, если цель твоя действительно душа, ну что ты ноешь? Что ты ноешь? Ты же получил все, что от жизни, что надо. Тебе дает бог, каждому персонально, дает универсальное именно то, что нужно ему. В этом и есть мудрость Божия. Ее никто не видит, но она есть, все проведение, скажем, из нас всегда. Вот только пользоваться этим надо. А когда начинается нытье, я говорю, во-первых, нет смирения. Тот день, который рухнул на вас сегодня, какой бы он тяжелый не был, вы его заслужили. Если вы добровольцы на этом пути, принимайте то, что у вас есть. Для вас только одна, как бы, один совет. Не ленись. Не ленись. Я вчера уже говорил, что лень состоит из нежелания работать, отсутствия воли, отсутствия терпения. Все. Если вот этот набор у вас есть, и он у вас доминирует, значит, вы никуда не пойдете. И не только в духе. И в жизни вы ничего хорошего не найдете, потому что хотите жить хорошо, значит, вам придется обманывать других людей, жить за счет чужого труда, что есть паразитизм. Везде так, одинаково. Лень нигде не приветствуется. Царство небесное силою берется, силою победы духа над ленью. Это смысл нашей эволюции. И если этого не происходит, у нас вместо эволюции идет деградация, что и мы видим. Лень побеждает людей. Лень вызывает все нечистоты, которые в человеке возрастают, урожай очень хорошее дают. И мы это все видим. И когда стоите на молитве, прощайте, если что, имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши. Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешения ваши. То есть, почему? Потому что, прощая кого-то, я понимаю связь между сегодняшним эпизодом и тем, что я когда-то сделал. Я же не святой. Если тут есть мне за что отвечать, есть. И опять же, почему ты обижаешься, человек? Ну, объяснили же тебе, что в твоем прощении конструкция прощения твоей вины. Если ты не прощаешь, и у тебя не разгружается твое прошлое, ты сам тормозишь прощение, и жизнь твоя, опять же, не будет налаживаться. Хоть один элемент какой-то не работает, ничего не получите. Это так же, как автомобиль собирается, скажем, из колес, двигателей, все, все, что электроника, все нужно. Уберите одно колесо, он поедет. Уберите там ключ зажигания, не поедет. Масло не налей, он через там сто метров загорится. Все слажено, так же, как и в духе тоже. Все элементы должны быть задействованы и задействованы правильно и вместе. Только тогда что-то получится. вот здесь есть фраза такая этого Марка «Ибо и сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Это имеется в виду о Христе, что его периодически называли то так, то так. «Душу свою для искупления многих». Вот это уже еще раз говорю, что Евангелие написано были, туда вкрались вот эти вот искупительные дела, потому что в то время в иудаизме было принято искупать через жертвенные животные грехи. Вот. И почему-то вот именно этот вариант перелез в христианство. И исследователи это обнаруживали. Я вчера читал вам и в статье это есть, что теологи даже говорили, что Павел объяснил уникальным образом объяснил смерть Христа, что никто так никогда не говорил, что он взял на себе грехи всего человечества. Вот. Животное может взять от одного, двух, трех, а вот Иисус сумел взять на себя все грехи. Вот. И тем самым он понес вот эту вот чушь, и она стала почему-то достоянием наших конфессий. Главной центральной линии, как бы. Если бы это была правда, все верующие в него должны были быть здоровы и счастливы. Ну, что-то такого не видно. И вот тут тоже вот еще про виноградник, что послал работника одного собирать там, второго, третьего их прогнали, убили, послал сына своего тоже убили. Это как раз о том, что на землю приходили многие послали над Бога, их всех перебили. Вот. Эта притча об этом я читать не буду, она длинная. «И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие, и будете ненавидимы всеми, за имя мое претерпевшие до конца спасется». И как раз вот это о конце веков, что говорит, прежде чем будет конец, во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие. Евангелие состоит из двух слов. Ева – это жизнь, ангел – вестник, то есть весть от жизни. Еще раз пришла. Она пришла, ее в России уже запретили в свете истины, вне закона. Вот. То есть объявили это сектой и так далее, и так далее. не знаете об этом, да? Вот так вот. «И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть, но ради избранных которых Он избрал сократят те дни, сократил те дни. Ибо восстанут же Христы и лжепророки и дадут знамение и чудеса, чтобы прельстить и всевозможные и избранных». Сейчас же знаете, что голографические эффекты, лазерные установки могут такие вещи формы равны, вам икону может нарисовать, которая движется и воздействует и прочее, и прочее. Поэтому это не проблема. А каким образом понять, ложь – это не ложь? Я могу сказать, что если у вас будет живое ощущение, вы поймёте, что перед вами картинка искусственная. Если ощущения не будет, вы ничего не поймёте, кто перед вами. Вот почему очень важно ваше ощущение. А ощущение приходит только тогда, когда вы тучу с грехами, которая отрезает нас от души, от Бога, разгребаете, чем? Работай над собой, сокращай грехи и искупая смирением старые долги наши. В таком случае туча начинает таять, и душа всё больше и больше сюда приходит, свет вам приходит, рождая чистое ощущение. И чистое ощущение от Бога, оно не подпустит к вам ложь. И моя задача как раз-таки вырастить в вас это ощущение, помочь вам в этом, чтобы вы были самостоятельны, чтобы это ощущение в вашей душе, в вашего «я» само принимало решение, потому что вы за него отвечаете. Это главная задача, главная задача всех моих лекций и всей моей деятельности за четверть века. Потому что придёт момент, и именно это многих спасёт. «И отойдя немного, это Иисус пал на землю и молился, чтобы, если возможно, миновал его час сей, и говорил, Авва, Отче, всё возможно тебе, пронеси чашу сию мимо меня, но ничего я хочу, а чего ты?» То есть он молился в Гефсиманском саду, он понимал, что его убьют, он видел приближение смерти. Естественно, ему не хотелось умирать. Это ещё одно свидетельство, что Павел сжёт. Он не хотел умирать. Если бы он действительно искупал всех кровью, и это было Богом запланировано, тогда он бы так себя не вёл, он бы сказал, «Ну что ж, сделаешь, поскольку вы не можете грехи искупить, и мне придётся за вас это сделать, тяжело, но я пойду на это». Но он как раз этого никогда не говорил. И второй раз он, и опять отойдя молился, сказав то же слово. И приходит в третий раз и говорит им, «Вы всё ещё спите и почеваете». Кончено, пришёл час, вот предаётся сын человеческий в руки грешников. Трижды молился в саду, в Гефсиманском просил Господа, отведи, если крайне необходим, он сказал, пусть будет по-твоему, а не по-моему. Он согласился, что если нет возможности помочь, я не отступлю ни на шаг, хоть Пётр ему говорил, давай убежим. Он сказал, «Отойди от меня, сатана, не соблазняй». Потому что если он сбежит, тогда ему ученики скажут, что ж учитель наш сбежал, сам нас учил жить без страха и упрёка, а сам он стоял, как это вот, на передовой и отстоял религию свою, отстоял Слово Божие, и в этом его величие, что он не побоялся смерти, причём ради кого? Ради тех людей, которые его плохо понимали, небольшой горсточки, и остальные, которые улюлюкали, распни его, ради них он отдал жизнь. Представляете, поставьте себя на его место, что было в Иудее вот 2000 лет назад. И последнее, то, что я вам хотел прочитать, буквально полторы странички, на этом закончим тексты. Это автор А. Г. Гроссбейн. В интернете есть эта статейка. Лжеапостол Павел. Скоро 2000 лет, как фарисей Саул превратился в Павла, агент Синодриона, преследующий Иисуса, по суеверному страху, как он сам о себе пишет, превратился, опять-таки, по его словам, в горячего поклонника Иисуса. Иисуса уже не было в живых, и Павел не слышал от него его поучений. Он мог знать о его поучениях только по наслышке от преследуемых им последователей Иисуса. Писаных данных об учении Иисуса ещё не было, и Павел мог узнать об этом только отрывочные сведения в устной передаче. Видимо, уже в то время создавались разные легенды и предрассудки об Иисусе. Настораживает то, что, задавшись целью распространять учения Иисуса, Павел, с его же слов, увидев видение по пути в Дамаск, не нашёл даже нужным вернуться в Иерусалим и повидаться с живыми ещё учениками, лично ходившими с Иисусом, и слышавшим от Него поучения, чтобы узнать от них доподлинно учение Иисуса. И решил стать апостолом и проповедовать Христа в еврейских синагогах, утверждать того еврейского пророка, который, по его словам и толкованию, был предсказан древними пророками «распятый воскрес». Стержень его проповеди в том, что кто поверит в воскресение Иисуса, тому Иисус искупает грехи и дарует спасение от страшного суда. Большинство членов синагог не принимали нового пророка, поскольку из евреев-переселенцев было мало его сторонников, то он стал привлекать приверженцев и из неевреев. Для того, чтобы иметь больший вес, Павел, несмотря на то, что его никто не ставил, присвоил себе титул апостола. Он, оставив всякую скромность, отстаивает себе это звание, доказывает, что он не ниже других апостолов, а имеет большие заслуги. Иисус отрицает суд человека над человеком. Не судите и не судимы будете. И един в законодателе судья, а ты кто судишь другого? А Павел же утверждает принцип суда у своих последователей, причем уже делает разделение на малозначащих и многозначащих в церкви. Иисус, когда его судили, отказался отвечать в защиту на деле, показывая, что он не признает человеческий суд. Павел не только защищался, когда его судили, но потребовал суд Кесаря. Иисус неоднократно говорил своим ученикам, вы уже не рабы, а сыны, и так, как сыны, свободны. Павел всячески многократно говорит, чтобы рабы повиновались своим господам не за страх, а за совесть. А господам не рекомендуют освободить своих рабов, а только лучше обращаться с ними. Иисус дает принцип всепрощения, прощайте и прощены будете. Павел устанавливает принцип наказания, причем сам угрожает наказаниями. Иисус отрицает клятву. Павел утверждает клятву. Сам заклинает своих питомцев, заклинает перед Иисусом. Иисус говорит, что и учение понятно каждому простому человеку и открытым младенцам. Павел выдумал какие-то тайны, которые открыты только святым и посвященным. Иисус наказывает своим ученикам, что они не брали вознаграждение за свои учения, даром получили, даром и давайте. Павел требует от членов церкви, чтобы они содержали своих наставников. Вера-то должна была называться Павловской, так как, соответственно, взглядом Павла и имеет в корне своем иное учение. Вот, пожалуйста. Ну, на этом хватит. Давайте буквально несколько фраз, и мы, может быть, прервемся. Да, минут на 15 устали уже. Значит, дальше что будет? Мы поработаем с эмоциями, то есть я объясню еще раз, как, вот, и конкретно методика. Потому что вот такое, такое быстрое изложение христианства, опирающееся на цитаты. Вот вы сами, если вдруг у вас возникли какие-то вопросы или непонятно что-то, можете задавать вопросы. Пусть так поработаем, задавайте вопросы. Если хотите, мы начнем с вопросов, потом это продолжим. Нет проблем. И так, и так можем построить. Вот. Понятно? Давайте на 15 минут прервемся, отдохнете и продолжим. Ну, давайте попробуем, опираясь на то, что было в первой половине до перерыва, подумаем, как же нам помочь себе самим для того, чтобы выйти на какой-то немножко другой уровень духовного общения между собой, да и внутри себя. какой у нас враг? Враг тьма. Из чего она состоит? Из бесов. Вот, правда, ученые сейчас нашли красивое название солитон. Энергетические сгустки, которые, как ни странно, ведут себя очень разумно. Вот. И кичаться тем, что это у нас вот эта наука. Я говорю, ну как, не назови это явление. Так или так, оно остается, по сути, тем, что нас мучает, беспокоит и мешает жить. Вот. И кто наши враги-бесы? Пусть я их покороче буду называть бесы. Они всем понятны. Самым простым людям. Так вот, откуда они взялись? От нас. Ведь любая зависть, любая обида, страх, ревность и все, что с этим рифмуется, все эти эмоции, так же, как и мысли, являются бесами. Только эмоциональные бесы намного сильнее, чем мысли формы. Вот поэтому первое, что мы должны сделать, если мы научимся побеждать эмоции, то есть сократим сначала до минимума свои ошибки эмоциональные и в конечном итоге цель поставим свести их на нет, тогда мы наведем порядок в своем сознании. Это непросто сделать, потому что мешать этому будет рассудок, но не сам по себе, как инструмент, а то, что через него нам будет навязываться чужая воля, в данном случае воля тьмы, воля бесов. И чем их больше, тем сильнее их давление. Каждым новым периодом времени, там, неделя, месяц, год и так далее, бесовщина, давление усиливается, и мы это видим. Особенно те, кто идет, мы видим, как тяжесть нарастает. Почему? Люди становятся все грубее, все бездуховнее, потому что разврат и всевозможная попытка добыть прибыль какую-то самым нечестным способом просто считается уже почти нормой, а местами даже и нормой. Это сплошные обманы, мошенничество, жадность, зависть, тщеславие людей, которые уже награбили и сидят на шее у целых народов. Я говорю, это не в осуждение, потому что, еще раз говорю, я не судья. Судить будет нас Господь. А моя задача рассказать, на каком историческом срезе мы живем, какой фон нас окружает, из чего он состоит, что такое человек, какие у нас есть возможности, что нам задействовать в первую очередь надо. все это знание о враге и знание о самих и применение все это даст нам какие-то шансы выбраться. Давайте начнем с эмоций. Я нарисую картинку. Можно сюда, да? первосотворенный духовный мир. Это духовный мир, наша Родина. Откуда мы родом и куда через какое-то время должны вернуться по возможности. Нижний слой называется бессознательная сторона и сознательная сторона. Так вот, мы бьемся за что? Для того, чтобы осознать все эти миры. Этот мир, где мы проживаем на планете Земля, является материальным. Материя из чего состоит, вы сами знаете, из элементарных частиц. Они взаимосвязаны в какие-то там структуры, пусть это будет атом или молекула, а до атома еще есть всякие кварки и другие уровни. Вот, мы туда не полезем, нам это не надо для работы. Мы знаем, что вот и Земля, и человеческое тело состоит из элементарных частиц. А элементарные частицы состоят из неких вихревых потоков энергии, которые в каких-то разнообразных комбинациях формируют разнообразные частицы. То есть, предшествуют материальным структурам, самым элементарным, все-таки энергия. Поэтому можно сказать, что материя и застывшая энергия. И я вам еще раз напомню формулу Е равняется МЦ квадрат. Это фактически формула сотворения мира. То есть, энергия равна массе, разогнанной до квадрата скорости света. То есть, если массу, материю разогнать до квадрата скорости света, она превращается в энергию. Вот и все. Прекрасная формула. И вернемся сюда. Проживая на земле, человеческое тело имеет способность мыслить, способность чувствовать. А вот дальше начинается уровень ощущений. Эфирные ощущения, коим, собственно, относятся чувства и мысли тоже, ведь это тоже эфир. а выше сущностное это даже не территория или не какая-то область, это кольцо сил между духовным миром и эфиром. То есть, оживление материи осуществляется за счет сущностных. Они как исполнительный механизм. Дается воля Божия, дается энергия, а они как бы притворяют это в формы. Без них совершенно невозможно. Ни мы ничего не можем строить, и наши формы слеплены ими. Материя, в общем-то, благодаря сущностям при их посредничестве сформирована. Любые формы. На уровне мышления мы неправы, на уровне чувств неправы. То есть, вот здесь как раз все эти зависти, жадности, похоти и так далее сидят. Это эмоциональный фон. Он на два порядка быстрее, чем скорость мысли. Если здесь С, то здесь где-то в популярной литературе до 400 С скорость. То есть, неимоверно выше, чем скорость электромагнитных колебаний. Поэтому, если не погасить эмоции, если не победить их, вы никогда не справитесь с мышлением, никогда не справитесь со своим поведением, со своим языком, который тоже непонятно, что иногда бормочет. Вот, потому что мы иногда не выдерживаем, начинаем выплескивать наружу. Раздражение свое, можем колкое слово сказать, а потом жалеем об этом. Почему? А потому что, прежде всего, эта эмоция возникает. Вот, хотя иногда и мысли раньше. Вот, с эмоциями и начнем. Каким образом, скажем, справиться там, ну, скажем, со страхом, или с ревностью, или с завистью, или с обидами, с раздражением. Вот, для этого я возьму, а потом сюда вернемся. Оставим чистую картинку. Я всегда рисую одно и то же. Сегодняшний день любого из нас, если мы сегодня приступили к работе, мы должны понимать, что мы далеки от нормы. Наше прошлое испещрено ошибками, грехами, в том числе эмоциональными. Поэтому, когда на нас последствия наших грехов падают сегодня, завтра, или вот они день за днем идут, можно их разделить на какие-то периоды, дни, недели, месяцы, годы, то наше прошлое начинает избивать наше настоящее и в дальнейшем будет избивать будущее. Почему? Что сеешь человек, то ты и пожинаешь. Будь ты человек, будь то какая-то корпорация, общественное объединение, будь то народ, все мы одинаковы перед законом. Общий закон Божий приговорит нас, что возвращать нам все. Если мы творим добро, если это не ошибки, а скажем так, белые пушистые шарики, то если мы творили добро, они к нам тоже сторица возвращаются. Сторица многократно больше. Отсюда вывод или вопрос для третьего класса. Если мальчик, ты не хочешь, чтобы тебя били, делай вот так. Понятно, и трехлетний или трехклассник скажет, ну, этого не надо делать правильно. Но взрослые почему-то продолжают это делать, несмотря, что этот закон озвучен везде и всегда его прекрасно все знают, что посеял, то и пожнешь. Почему не связывают это с поведением со своим? А не хочется думать, не хочется бороться с ленью, идем на компромисс со своей совестью и так далее, и получаем в результате жизнь по вот этому сценарию. Это один человек, собирательный образ человека Земли. Вот мы все так и живем. И далее, если человек получил по ушам, как говорится, за свое какое-то прошлый эпизод, пусть это там 10-15 лет назад, даже из прошлой жизни может прийти наказание. А здесь начинается вместо принятия в смирении, признавая закон, есть Бог, есть закон, и Он говорит конкретно, скажи мне, мне тоже, ты, дорогой мой, если ты наследил, и ты не святой, соответственно, тебе и есть за что отвечать. И вот пришел ответ, реакция, автоматическая реакция за то, что ты сделал, она пришла к тебе. Твое отношение к этому, какое? Он как мне не хочется это получать. Я начинаю злиться на кого-то, раздражаться, обижаться, или самое мирное как бы из этого унывать. Как же тяжело, как плохо, да кто же мне такую жизнь устроил? Все в нашем государстве плохо, все плохие, не обижают меня, и так далее, и так далее. Это еще мирная такая более реакция, бывает и похуже, вплоть до ненависти. Следовательно, эти оттенки все говорят, вот этих эмоций, Господи, мне твой закон нафиг не нужен. Что ты тут устроил нам? Реально, люди ходят в храм, могут молиться и поститься, и плакать у икон, и свои эмоции говорят, совершенно полярно, не хочу этого закона. Вот же в чем суть-то ошибок. Признание де-факто закона Божьего, что он имеет право нас наказывать за наши же преступления, ведет к чему? Если я реально признаю, тогда я не должен иметь эту группу эмоций, я должен от них отказаться. Повинную голову меч не сечет. Если мне это удается сделать не на словах, как у многих, а на деле, я душой начинаю понимать закон, только в таком случае я перестаю обижаться, раздражаться, унывать, требовать что-то такого, каких-то наказаний кому-то и все. Я понимаю, что вот мое бревно, вот это мое бревно. Иисус сказал, вытаскивай бревно свое, прежде чем судить кого-то. Они тебя, да, они тебя обижают, хамят, обманывают, но ты свое бревно вытаскивай, не судьи их. В чем разница моего негативного отношения, мне плохо, от хамства плохо, от того, что меня обманывают плохо, ко мне несправедливости какие-то приходят и так далее. Что такое суд и что такое реакция моя? Если мне плохо, это еще не грех. Мы страдаем и в страдании нет греха. А грех заключается в том, когда я начинаю привешивать какое-то наказание. Вместе вот с этим страданием я хочу, чтобы этому, который меня обидел, кто-то ему голову открутил. где же полиция, где же власть, где же там этот, где же такое происходит. Меня обижают здесь. Но то, что этот человек, который сейчас просит справедливости, творил в адрес других людей, он забывает совершенно. Нельзя рассматривать справедливость в контексте одного дня, сегодня. Мы живем какую-то определенную жизнь и в этой жизни все происходит по закону. Что ты человек делаешь, то ты в конце концов и получишь. Вот это и есть подрыв этой группы эмоций. То есть, если есть вера в Бога, подчеркиваю, если она есть вера, тогда идет признание закона Божьего. Если веры нет, у человека ничего не получится, не получается. Почему элемент веры? Иисус придал колоссальное значение. Вера – это ключ от небес. Вот когда у меня появилась вера, не на словах, а на деле, тогда я сказал, а что же для меня Бог? А Бог для меня есть действующий закон. И закон говорит, дорогой мой, перестань делать вот это, а то, что уже ты натворил, будь добр, искупи. А искупить – это значит не обижаться, не раздражаться и так далее, и так далее. В логике я очень быстро это понял. Сначала, правда, мозги свои я сейчас буду об этом говорить, на место надо было поставить. На это ушло какое-то время. А потом прекрасный анализ пошел. То есть, я освободил логику своего мышления от давления бесовщины. Она всегда в голове у нас сидит. И все люди, которые серьезно работали в этом направлении, они об этом говорили, только методика была немножко другая, если помните. Голодовки, уход от мяса, уход от общества, в отшельники, и там сидеть, молиться, поститься, до посинения, когда человек уже, не имея никакого питания, уходят вот эти желания какие-то, уходят отношения с миром, рвутся многие и так далее. Человека не долбит ежедневно, его бытовщина, то есть, людей вокруг нет. Поэтому в отшельнике иногда вот они что-то добивались. За много лет причем. Видите как? Почему? Потому что между двумя пришествиями, пришествием Христа и сегодняшним днем, второе пришествие состоялось, этот период был темный. И люди вынуждены были уходить куда-то, чтобы добиться чего-то. В социуме это было невозможно. А сейчас можно добиться этого в социуме. Можно. Потому что с нами свет и он сейчас на земле. Так вот, если есть вера, реальная, подчеркиваю, духовная, в таком случае идет признание Бога как закон. и тогда человек имеет мышление, чувства, эфирные ощущения, сущность. Это может не ощущение, это просто великолепно сил. И в конце концов, вот наш потолок бессознательный. И мы добываем себе вот это качество. Мы хотим быть сознательными. Но если хотим, Бог говорит, да пожалуйста, вы затем и пошли, чтобы осознавать мир. Но для того, чтобы осознавать вот эти миры все, вы слабые, вы ленивые, а рядом с вами в сознательном мире очень мощные духи. Если вы хотите стать такими, каким образом вас раскалить, разогнать до такой скорости? Потому что просто так вы не можете разгореться, сидя на месте. Вам нужны условия. Какие? Необходимость мать движения. Помните, да, об этом? Хочется кушать? Иди работай. Хочется красивый дом? Работай много. И так далее, и так далее. Поэтому человеческий, как бы, конкретно вид, люди отправлены были, одевали оболочки на них, сущностные, эфирные, астральные. И в конце концов, они пришли на Землю. И получился вот такой человек, но у него и есть вот эти составляющие. Но они не задействованы. Почему? Отрезаны грехами своими, мыслями и чувствами. Это наша туча персональная, у каждого она есть. Так вот, получается, что если я наплодил за свою жизнь, да еще и не за одну, этих обид, раздражений, страхов, ревности, зависти и так далее, непонятно сколько, укажу в свой набор. И, соответственно, эти быстрые волны формируют и мышление, соответствующего нашим эмоциям. Тогда и человек формирует свое внешнее поведение именно исходя вот из своего набора. И поднять головы даже не может. Поэтому Павел сказал, доброго корову не хочу, не делаю, а злою, которую хочу, не делаю. Почему? А потому, что надо было сначала победить и навести порядок в рассудке. Каким образом? Здесь, во-первых, крещение нужно. Крещение – это что за акт? Вот дух человеческий, если его так рассматривать, у него есть свой потенциал. Условно, пусть это будет 100 единиц. А вот то, что тьмы мы натворили за многие миллионы лет, их миллиарды и миллиарды и миллиардов единиц в квадрате. Огромное количество. Поэтому ваш потенциал единичный с ними никогда не справится. Даже ухом не пошевельнете, она настолько сильна вокруг нас сейчас. В чем суть крещения? Воля Божия, святая воля, святой дух, неважно, как это разные названия, одна и та же и воля Божия. Это крещение соединяется с нами и дает этот луч нам, возможность какую. Говорит, ты работай, но все, что не посильно тебе, будет устранено. То есть, ты будешь непобедим, если ты не будешь ленив. Ты, со своей стороны, должен делать все, что можешь, в максимальном варианте. Это условие абсолютное и никаких отклонений. Сокращай грехи. Первый элемент, искупай грехи. Второй элемент, то, что я говорил. Если ты это делаешь с максимальной скоростью, крестная сила на твоей стороне. И когда ты крещен, тебя в обиду не дадут, но, к сожалению, это почти ни у кого не получается. Из-за того, что не хватает веры, не хватает давления воли. Мы об этом уже говорили, что воля – это не какая-то статика, что человек пришел с такой волей и уйдет с земли с такой же волей. Ничего подобного. Вот слабовольный человек и нас сюда прислали, для того, чтобы мы эту волю раскачивали, избавляясь от лени, мы приобретаем сильную волю. И когда мы набираем достаточно силы воли, вот тогда нам хватает силы идти и расправиться с тьмой, победить ее, и выйти на эти этажи. И тогда мы будем поэлементно, поступенчато осознавать вот эти миры. И в конце концов возвращается блудный сын в сознательный мир. Сознательный он называется, потому что мы начинаем понимать взаимодействие всех закономерностей в этих мирах, во всех. Это наша территория духовная. А мы пришли вот сюда в первый класс и даже первый класс не закончив, начали пачкать мир. Это и есть грехопадение. О нем отдельный разговор. Вот и поэтому крещение дает нам возможность бороться. Крещение и наша скорость встречная как раз-таки дает возможность человеку победить. Почему именно встречная? Потому что закон выбора, мы о нем тоже будем сегодня говорить, закон выбора говорит, пока человек сам не направит свои стопы к Господу, Бог к нему навстречу не пойдет. Это очень важно понимать. Это в законе. Закон выбора. Пока ты Бога не выбираешь, и Бог тебя не выбирает. Если ты не выбираешь Бога, сидишь, кичишься и чванишься, ну и сиди, пожалуйста, кому ты нужен. Человек переоценил свою суть, что он такой великий, что даже Боги спускаются на землю, ради него погибают, а он может продолжать свои пакости делать. Ну и что особенно? еще раз придет, еще раз искупен. Вот так вот воспитали, к сожалению, вот такой вот образ человека. Поэтому, что движение к Богу означает не то, что я хочу, Господи, я к тебе иду, я тебя так люблю, ну просто очень люблю, ничего подобного. Движение не есть болтовня. Движение есть, когда ты первый начинаешь попытку бороться, начинаешь бороться, пусть вся пробуксовка, у тебя ничего не получается, ты уже начал бороться и просишь, Господи, помоги. Молитва для того есть прекрасный Отче наш. Вот, и вот это стремление души только настоящее. Не так едва и едва, а, а, нет, полностью вот потенциал, как взорвать вот это вокруг себя, вот эти тучи все, вот только тогда тебя услышат. Потому что взрыв не вот на этой территории, не на этой, а вот здесь происходит. Ты духом начинаешь вопить, Господи, не могу я уже жить в этом болоте, помоги. Вот только тогда начинается взаимодействие, потому что ты начинаешь делать что-то, и тебе навстречу идет поддержка. Вот только это является шагами к Богу, только это есть реальный выбор, и ничего другого. Помните об этом? Потому что вы, как многие лекции, послушаете, а потом начинаются звонки, почему не получаются. Ну, возьмите, я говорю всегда, я же вам не буду по телефону лекции читать, сколько я уже, сотни раз говорил. Возьмите, не поленитесь, поставьте лекцию, это же все есть. Прослушайте ее внимательно, ну и так, так, думая о чем-то, погрузитесь, здесь все полностью есть. Так вот, крещение и полное стремление человека вверх соединяет, как бы, два контакта, и началась работа. Но остывать-то нельзя. Времени мало, работы много. И вот обида, она как раз относится и раздражение, и прочие уныние, и так далее. Как только человек эти эмоции начинает гасить, причем не просто запретом нельзя этого делать, обращая внимание, сознательно он должен понимать эти взаимосвязи, потому что рассудок наш рисовать, вот передний мозг, он требует чего? Логики. Без логики он ничего не принимает и правильно делает. Поэтому навязывание слепой веры, незнайки одни нам навязывают слепую веру, а слепая вера равнозначна незнанию, и опять слепые вожди ведут слепых в яму. Поэтому рассудок требует логики. А что, ее разве тут нет? Она основана на законе Божьем. Что посеял, то и пожнешь. Это закон воздаяния, закон Божий, озвучен в Библии. Что? Если человек грешник, а мы все не без греха, соответственно, у нас идут проблемы в судьбе. Если я логику подвел и говорю, если есть Господь Бог, я в Него верю. И если начинаю принимать обратно, как и сказал Иисус, прощайте и прощены будете. Кому вы будете прощать, вот, вашим всем врагам, того и Господь простит. То есть сумма моих прощений вот здесь, сейчас и в будущем, ляжет в основу искупления прошлых грехов. То, что как раз нам и подменили. Вот. Поэтому я в одиночку, скажем так, вот пошел, когда стало получаться, я проверил, закон действует именно только так и никак по-другому. Библию я тогда еще не читал, а потом Библию прочел. Что, кажется, Иисус-то это говорил? А почему же это не стало основой в храмах? Не знаю, это надо у них спрашивать. Вот она, логика есть, железная. Сюда относятся обида, раздражение, гнев, это высшая фаза раздражения, суда уныние, претензии всевозможные и прочее, прочее. Вся группа этих эмоций, если вы признаете закон воздаяния, реально признаете, это ваш ключ к победе над этими эмоциями. Всего лишь навсего нужна воля. Не просто душить вот их, вот не хочу я обижаться, да не так. Логика. Вам говорят, вот он тебе сделал, надо ему отомстить, это бесы суетятся. Он тебе сделал плохо, как же можно не обижаться? А я говорю, ну если я был неправ, я же должен за это ответить. Я если испачкал какое-то место грязью мир этот, а мир в юрисдикции Господа Бога, значит я должен расхлебать эту грязь, я должен убрать за собой чем? Страданием. Пожалуйста. Чем это не логика? И если я принимаю страдания без упрека, тогда они с меня списываются, потому что если же я обижаться продолжаю и так далее, и так далее, тогда что происходит? Вот здесь пришел конкретный эпизод, и меня наказывают за какой-то мой грех, а я начинаю злиться, обижаться, и пытаюсь сатисфакции нужно, удовлетворения, отомстить. Вот в таком случае Господь говорит, дорогой мой, ты в первом чтении этот закон не понял, тогда закон переносит это в некое будущее, причем довольно недалеко, и еще больше сторица тебе дает за это же преступление, ты его не искупил, а еще больше злишься, следовательно, ты увеличиваешь греховность, то есть преступник не желает отвечать за свое преступление, тогда увеличивается наказание, и дистанция не такая будет, а будет немножко короче, может это было 20 лет, сейчас это через полгода придет, здесь человек разозлился, тогда вот здесь придет наказание, еще короче дистанция, здесь разозлился или обиделся, еще больше придет, и в конце концов приходит такая фаза, которая человек не выдерживает, погибает, или паралич, или еще факт тот, что человек дошел до конца, и терпение Господа лопнуло, поэтому вот суд у Бога такой, многократно человеку предлагается понять эту систему взаимоотношений с миром, а человек этого не хочет, следовательно, вот то, что картинку я рисовал, вы пришли сюда побеждать лень, а он, человек и не хочет побеждать, и не хочет в этом мире научиться жить и постепенно уходить в сознательный мир, ты пришел сюда сознание добывать, что ты его не добываешь, если ученик пришел учиться в школу и не учится, его могут потерпеть, потерпеть, сказать, слушай, да пошел ты вон отсюда, что ты мешаешь тут, и все, и человечество удаляется с земли, та часть, которая не желает жить нормально. Давайте возьмем страх, меня даже персонально просили по страху обратить особое внимание, очень много людей боится. Я говорю больше со своего опыта, потому что опыт как бы многократный и дает возможность проиллюстрировать его хорошо. Вот страх красным. когда у меня вера вдруг образовалась, я себе даже формулу вывел, что если я верю в Бога, что для меня Бог, не только закон, но еще абсолютная сила, потому что Бог творит миры, а зло распространяется только в окрестностях Земли, то есть Земля, наши тела, мысли наши и чувства, которые привязаны вот тут к пространству времени, а Бог вообще над всем творением, соответственно, рисуя его всегда как бесконечность, бесконечная сила, справедливость и абсолютные и так далее, и так далее. и по сравнению с бесконечной бесконечностью любая конечная величина, что есть Земля и ее окрестности со всем этим мраком, который мы наплодили, есть величина бесконечно малая, если вы помните математику, то есть по сравнению с бесконечностью любая конечная величина есть бесконечно малая, поэтому говорю, тьма по сравнению с величием Бога, есть величина бесконечно малая, и если я вот человек, который вздумал все-таки наладить свои отношения с Богом и уходить в зону закона, следовательно, если я реально это делаю, то, что я рисую, я не обижаюсь, я не унываю, я не раздражаюсь в ответ на какие-то события, тогда что получается? Бог со мной. И наступили времена, когда меня начали проверять. Теорию я усвоил на практике или нет? И два или три раза, говорю, и бандиты меня захватывали, что только не было. Цена вопроса, я мог от них избавиться, но подставить других людей. И тут проверка у тебя, новшивость. И я не пошел на это, сказал, будь что, будет, но я останусь вот так. И какие-то события начали, что неожиданно вдруг все решилось хорошим таким концом. Эта проверка шла. Если ты говоришь, что ты не боишься, тогда будь добр, не бойся. Если ты говоришь, что не обижаешься, будь добр, не обижайся. Если ты говоришь, не завидуй, не завидуй. Я даже слушал профессора духовной семинарии, который говорит будущим священникам. Хорошо говорить, не завидуй. Но если это зависть сидит, она в тебе, ну куда же от нее денешься? Поэтому вот ту-ту-ту-ту-ту, ту-ту-ту-ту-ту. То есть получается, что будущим священникам говорят, что зависть непобедима, потому что опирается это на теорию Павла. Павел сказал, что мое сознание грешить не хочет. Я есть человек, я есть сознание, оно грешить не хочет. Значит, перед Богом-то я чист, я же не хочу грешить. А плоть моя при этом грешит. Значит, я доживу до смерти, не желая грехов. А плоть будет грешить при этом. Но когда я умру, то сознание мое чистое так и к Богу и взлетит. Ну и что, что там, понимаете? Это написано в восьмой главе римлянам все, тексты. Я уже не стал их сегодня читать, поминать. И удивляюсь, просто и на этой базе построено так называемое христианство, я называю это псевдо-христианство. Христианство – это уважение к законам, реально. Иисус сказал, любите Меня, выполняйте заповеди. Кто заповеди не выполняет, Моих Меня не любит, а Меня с большой буквы, то есть Бога. И Бога на земле не любят. Так вот, когда меня проверили раз, два, три, серьезно проверили, и я не испугался и не предал никого при этом, вот в таком случае страх у меня пропал, и опытом я проверил, Бог со мной. Потому что я с Ним сказанное, не бойся, не бойся. Ведь Бог сильнее тьмы, сильнее. И если ты его де-факто признаешь, что он сильнее душой, страх исчезает. Поэтому, когда люди боятся, я говорю, у вас слабая вера, вы не верите в Бога. Потому что Бог – это сила огромная. По сравнению с крохотным пятачком материи. Ну что же вы боитесь? Ведь все условия. Делайте, что можете, изо всех сил. Только в этом случае вы можете рассчитывать всегда на поддержку. Но если вы ленитесь, тогда страх объективно присутствует. Потому что, если вы не делаете то, что вам положено, конечно, вас накроют какие-то элементы судьбы негативные. Пожалуйста. Следовательно, стимул. Действуй как можно быстрее, как можно больше. Ну, побеждай грехи. То есть, времени у нас мало. То есть, плотность искупления должна достаточно высокой быть. Еще раз говорю, что не надо бояться тяжелой жизни. Главное, что если ты перемалываешь смирением эти грехи, у тебя уходит прошлое плохое. И вдруг неожиданно смотришь, и ты вышла в чистую воду, как я когда-то. Тяжело, тяжело, тяжело. Потом раздруг, и пошли удачи. Удачи. Мне легче стало зарабатывать, жить. Как-то все стало налаживаться. И я понял, что я чистилище прошел. Вот при жизни своей не там, а здесь. Думаю, как здорово. Оказывается, может дожить, но какое-то время надо потерпеть. То есть, мои вагоны с грехами кончились и почти кончились. Потому что бывает иногда капает что-то. Ну, по мелочи уже. Это не так уж и страшно. То есть, страх побеждается абсолютной верой. Тогда бояться нечего. Именно этим я победил страх. Как вот этим признанием победил группу эмоций. То есть, в основе победы над отрицательными эмоциями, вот запомните, всегда лежит либо знание законов каких-то, и опираясь на них, ты строишь свою логику против логики тьмы. И воля моя заставляет тьму потесниться, и моя воля заполняет рассудок. И моя логика побеждает. Так мы побеждаем тьму. И тогда совершается то, что нам сказали. У Бога в излюбии не только душой, а и разумением своим. И мой мозг подчинился этой прекрасной логике. Она абсолютно простая и ясная. Но всего лишь надо волей втолкнуть его в свои мозги. И чтобы мозги жили волей Господа, а не волей тьмы. Отомсти, укради, обмани, слукавь и так далее, и так далее. Тебя нахамили, ты ответь хамством еще большим. Вот что нам толкает мозг. Всегда пытается принудить к этому. Что еще? Ревность, давайте, тоже такое не очень приятное воздействие на нас. Ревность состоит из двух элементов. Это страдание. Я уже говорил, что это не грех. Когда теряешь любимого человека, очень больно. Но эта боль, как ни странно, она нам полезна. Почему? Главное, всегда в этих моментах жизненных идет ответ на твои вопросы. Только мы, к сожалению, читать не всегда умеем. Я говорю, если я теряю любимого человека, задай себе вопрос. Почему ты его теряешь? Если ты честен, скажешь. Ну, потому что человек ярче, чем я. Он, какая она красивая. Она имеет право на существо более яркое, чем я. Либо физически, либо духовно, либо интеллектуально, или в сумме все. Он лучше меня, этот мужчина. Да, мне очень горько. Но если я, опять же, стараюсь жить по заповеди, для меня это стимул. Если ты хочешь жить с такой женщиной, будь добр, становись таким же ярким. И в духе, и в интеллекте, и телесно. Не сдавайся нигде. Везде должен быть тренинг. Это гимнастика телесная. Это нержавеет твой мозг. Принуждай его работать на себя. И дух твой должен быстро идти по ступеням. Если все три составляющие у тебя совершаются, ты будешь ярким. Ты притянешь к себе достойную женщину. Если же этого не происходит, что мужчина, что женщина не могут рассчитывать на достойного партнера. Поймите это. А требования-то ох какие. И тогда у мужчины начинают павлини перераспускать. Далеко не то, что он представляет вот это вот, начинается заманивание. А если у женщины ощущения нет, она на этого павлина идет, как этот, на гипноз. Хоп, и начинаются проблемы тут же. Не успеешь познакомиться, два-три кафе, а потом удары идут, предательство или еще чего-нибудь и так далее. Вот мы наказываемся за свою духовную слепоту. Отсюда ревность, страдание, мстительность, обида, требования. Ты куда, Одиссей? Да почему меня бросаешь? Да я тебе сейчас такое устрою. А ты куда идешь? Да я ее сейчас вот изведу, да отравлю. Да если не отравлю, я там такое вот через интригу устрою. Вот это и сведение счетов. Вот это как раз греховная часть. Почему? Нарушение закона выбора. Закон выбора тоже от Господа дан. Любого у вас спроси. Вы хотите быть с тем человеком, который вам очень нравится, и не хотите быть с человеком, который вам не нравится. Вы хотите кушать то, что вам нравится, но не то, что вам не нравится. Вы все хотите то, что вам нравится, и не хотите то, что вам не нравится. Правильно? Это у нас заложено. Свобода выбора. Я хочу быть свободен в своем выборе. И не только мы, взрослые. Вот такой ребеночек подрастает. Ему годика полтора-два, он требует, у него тоже выбор есть. Я так хочу. Но ему нужно потихонечку-потихонечку умело направлять в нужное русло, чтобы и не запретами одними его строгать, как говорится, потому что он вырастет на одних запретах. Он быстро найдет лазейку и начнет совершенно иные авторитеты к себе приобретать. И мы теряем тогда ребенка. Вот ревность именно так. Это уважение к закону выбора. Здесь уважение к закону воздаяния. Теперь страх. Это качество Бога. То есть Бог сильнее тьмы. Это Его сила. Здесь Его абсолютная справедливость. Поэтому, я говорю, если вы верите в Бога, вы сами понимаете, что Бог – это, как его называют иногда, абсолют. Он абсолютно во всем совершенен. Тогда, если вы верите в совершенство, почему же вы брыкаете здесь, здесь или здесь? Закон подобия рассмотрим. Вы же знаете, что умный человек тянется к умному. От духовный к духовному. Примерно, когда равенство есть очень приятное. Интеллектуалы тоже между собой, если есть, обменяться, чем люди начитанные. Люди, допустим, много знают о театре, о живописи. Много путешествовали. И не просто путешествовали. Какие-то испытания прошли. Тяжело было. Поэтому в жизни в основном вспоминаются моменты, которые очень тяжело давались. А потом, когда ты их проходишь, потом тебе сумма вот этого накопленного дает тебе какой-то внутренний статус. То есть, что ты из себя представляешь. А когда человек скользил по жизни пустышкой, везде обходя препятствия и живя за счет других, смотришь, а он и к 50 годам пустоц, звонный черепок, там ничего нет. Бывает и мужчины, и такие женщины. А он еще не вырос из детских штанишек, хотя ему уже скоро на пенсию. Потому что он не жил. Он существовал, но он не жил. Об этом Абдушин пишет. И вот в законе подобия как раз и есть, что тянется все подобное. Наркоман к наркоману, алкоголику к алкоголику. Интересный человек к интересному. Человек, который, скажем, человек искусства. Он хочет у своего такого же собрата или подруги подчеркнуть то, что ему, может, не хватает. Ему какая-то подсказка идет. И не обязательно это на словах какое-то учение, а какое-то наитие. Потому что когда два ярких человека общаются, у них вот эта перекличка световая идет, и они на невербальном уровне что-то друг другу дают очень интересное. И в законе подобия срабатывает как раз наша греховность. Совершил человек грех, скажем, обиделся. Или тщеславие у него. Или страх. Или ревность. Или там еще какие-то эмоции. И, следовательно, от других людей, миллионов и миллиардов, и такие эмоции тоже есть, и такие есть, и такие есть, и такие есть их. Вон сколько наплодили. То есть, получается, каждый раз, когда идет выброс какого-то беса, мы мгновенно связываемся с океанами, или как его обдуше называют, точки сбора. И оттуда с нами связывается вот эта сила темная, резонансная. Потому что мы, скажем, обида, она имеет определенный тип вибраций, как его называют в радиотехнике, меандр. И вот этот наш меандр очень подобен вот этому миллиардов людей, которые злятся и обижаются. И он накрывает, и нас так раскачивать начинает, потому что наша личная обида, может, была на 20 копеек, а нам загрузили по полной программе. И так со всех сторон. И чем больше тьмы, тем мощнее вот эта взаимосвязь. Вот закон подобия тут срабатывает. Поэтому чем быстрее вы перестанете это делать, тем быстрее обрубите щупальца, которые к вам тянутся из этого ада. Не обрубите, будете продолжать это делать. Ну, можно сказать, горе побежденным. Есть такая тоже фраза. Вот это то срабатывает закон подобия. И если человек победил эти эмоции, что происходит? У него нет уже своей персональной тучи, нет. Связи с этими темными нет. Он, как поплавок, взлетает сюда. И тогда с ним полностью находится вот этот луч крестный. За него волю Божию в обиду не дает. Но тогда может многое что делать. Почему? Его крепость, она непроходима для бесов. Непроходима. Подобного нет ничего. Вот тогда ты можешь внести какие-то функции. Оборонять других людей и так далее, и так далее. Короче, выполнять какую-то работу помимо своей собственной. Пока этого нет, кидаться, защищать других людей невозможно. Почему? Потому что ты пробьет тебя. Скажешь, ты куда? Против нас. Да у тебя внутри крепости сидят такие же, как мы. Они быстренько открывают ворота и начинается атака. Это не значит, что не надо помогать никому. Надо, но только вы соизмеряете силами. Раз, допустим, мы спокойно можем оборонять своих близких. Детей, родителей и так далее. Нам почему-то, вот я по себе понял, разрешается. Но если начинаешь работать с внешним миром, на тебя начинают наваливаться большие силы. Поэтому я всегда рекомендую. Если вы хотите нести слово какое-то людям, будьте добры сначала сами быть в нем состоятельными. Потому что сила вашего слова зависит от вашей чистоты. Если вы имеете еще мощную тучу, отсюда свет не приходит. И вы говорите, говорите. Может, какие-то чувства у вас проснулись уже, пытаетесь. Но человек, который к вам пришел, он имеет тоже вот эти составляющие, чтобы он вас понял, чтобы к нему это проникло. Ваши оболочки верхние, вплоть до духовной, должны тоже фонить в его сторону. Не только слово, но и чувства, и это, и это, и это. И когда вы запустите вот здесь вот процесс, шанс есть, что он вас поймет и на уровне души примет слово. Это будет победа. Понимаете, в чем сила слова? И в чем проигрыш священников, которые, не выполняя заповеди, нам гудят о заповедях день и ночь уже две тысячи лет. А толку какой? Ну, какие-то люди поднялись, но это единицы. Те, которые посильнее. Но хочется, чтобы как можно больше народу осталось на земле. Нормальных людей. И таких много. К сожалению, если не хватает веры. Человек очень порядочный, честный, трудолюбивый. Ну, все в нем есть. Не хватает веры. Значит, он сам, по доброй воле, не принимает верхний мир. Но Бог ничего не может сделать. Говорит, я же не могу свои законы нарушать. Бог не нарушает свои законы. Это не наша власть, которая может законы так вывернуть, и так. А Бог не нарушает своих законов. В этом и суть гибели Христа, что Бог не мог изменить закон выбора. Иисус выбрал идти, вплоть до и на смерть идти, потому что идущие сюда посланцы от Бога вполне могут погибнуть, но они на это идут сознательно. То есть нет у них страха. Они идут на помощь людям. Почему? Потому что Бог не забыл нас. Он дает нам возможность через кого-то опять возобновить чистоту религии, как она была изначально от первоисточника. Поэтому, когда Христа изуродовали в очередной раз, очередную религию, тогда приходит второй и начинает все это восстанавливать. Вот и все. И можно сказать, если хочет человек ходить в храм, то, пожалуйста, кто же ему запрещает? Пожалуйста. Нет ни упреков никаких не должно быть. Человек верит в это, пусть идет и ходит, и смотрит. Ну, значит, у него мозг работать не хочет, душа работать не хочет. Он пошел на компромисс с собственной ленью и собственным страхом, потому что иногда протест возникает. Я ведь разговаривал, он говорит, ну, куда с ними бороться-то? Это же такая сила. Ух, а вдруг они что-то сделают? Я говорю, ну, если вы боитесь, оставайтесь в лоне той конфессии, которую вы исповедуете. Пожалуйста, вас же никто не насилует. Идите туда, не ходите туда. И я уважаю закон выбора, поэтому всегда говорю бы, в интонации нет у меня насилия никакого. Есть предложение. Пожалуйста, можете исповедовать либо эту теорию, либо эту теорию. Главное, чтобы она вам пользу принесла. А пользу как проверить? Если вы идете правильно, жизнь начинает меняться. Если она жизнь не меняется, значит, вы идете туда, куда надо. Это как индикатор. Поэтому для меня индикатор сработал. Буквально через полгода первые вехи были. А уже через полтора, два, три года я сказал, Бог есть. Закон, это его действует, значит, Он есть. Уже убежденность, это совершенно иная фаза. Убежденности как раз и требовал Иисус. В чем? Познайте истину. Истина сделает вас свободным. От всего этого, от всей этой лжи на земле. От бед, от болезней, от неприятностей. Идите. Проверять человек не хочет, почему. Лень раньше него родилась. Тоже не я сказал. Все это выстрадал народ. Ну, надо подчиславить и зависть, и подчиславие давайте поговорим. Что такое зависть? Давайте ее раскодируем. Зависть – это хочется чего-то такого, чего у меня пока нет. Правильно? Раз. Но это желание само по себе не греховно. Потому что человек имеет право желать того, чего у него нет. Но только при этом он не должен это окрашивать. Вот если у меня нет вот этого, что у тебя красивой жены, красивого дома, еще чего-то красивого, вот тогда я хочу, чтобы у тебя этого тоже не было. И сильное желание. Это формируется так. Вот чтобы не было. И этого не было, и этого не было. Вот это и есть уже греховная сторона зависти. Это недоброжелательство. Поэтому, когда человек один завидует другому, если у человека эта крепость еще пока не свободна от бесов, его может пробить, и у него могут начаться вот эти дела. Что-то сгорит, автомобиль там поцарапает, или вообще разобьют. Или жена разболеется, потому что если вот они любят друг друга, муж и жена, а кто-то говорит, я не хочу, чтобы у них был, я хочу, чтобы вот эта женщина перешла под мою ответственность. И тогда что? Вот это вот срабатывает, это против любви. А против любви считается самое страшное преступление с точки зрения Бога. Потому что если муж и жена любят друг друга, они друг друга защищают, и душами своими как бы борются, идут вместе, и вдруг кто-то вклинивается, ему что-то понравилось. Вот это вот не только там по имуществу зависти идет вот так. Есть зависть одной женщины к другой женщине. Особенно часто женщины в возрасте начинают завидовать молодым девчонкам. Я говорю, что вам завидовать? Если вы имеете вот тут духовный потенциал, да цены вам нет. Никакая молодость вам это не даст. Если у вас живая душа, и она расцветает, вы таким магнитом можете быть. И мужчина может уйти от молодой девушки, прийти к вам. Но вы заслужите это право. Красота женщины не только же внешняя. Она много важнее. Внутренняя красота. А где же борьба за нее? Зависть очень многие говорят. Знаете, сколько мне приходится оборонять? Вот от бабушек, от мам. Удивляешься, думаешь, ну как вот мать может завидовать своему ребенку? Если у меня есть ребенок, я хочу, чтобы он был счастливее меня, здоровее меня, чтобы у нее не такая судьба была битая, как говорится. Но это мое вот желание. Прямо я бы его на руках туда вынес бы. Вот. И вдруг зависть. Не хочу, чтобы она ушла куда-то без меня. И это сплошь и рядом. Удивительно просто. Поэтому, когда вот начинает говорить о святости матери или святости отца, я говорю, знаете, это все сказки. На самом деле мы настолько изуродовали свое бытие, настолько изуродовали отношения мужчина-женщина, дети-родители, или там мы и мир. Кошмар просто какой-то. Пока не погрузишься в эту реку чумазую, и не видишь все это, думаешь, ужас какой. Если она начинает рассказывать правду где-то в эфире, тебе придут и замордуют просто. Скажут, что тут на такую святость ты напал. А на самом деле вот ее почти и нет. И если идет суд, значит, мы дожили до такой точки кипения уже, что с нами разговора и диалога больше никакого не может быть. Раз идет суд, а он явно идет. Следовательно, он когда-то и кончится. И когда кончится, вот будут все взвешены, как говорится. Это мы говорили о зависти. И что происходит, когда человек завидует? Уже еще раз нарисую. Это завистник. А это объект его зависти. Он ему завидует. Соответственно, что он начинает зависть, как обычно, начинает от свято, от удачи отрезать. Но тогда через какое-то время вот это все с торицей переходит на завистника. И будут вот такие неудачи и проблемы. И опять же, из моего опыта вижу, частенько люди, которые завидуют, есть такое существо, знаете, да, его? Люцифер. Я его так всегда рисую на картинках, когда я работаю. Либо есть службы вместе с техническими установками, то, что это психотроника. Он и их питает, и любого такого, который настырно завидует или настырно портит жизнь другим. Я смотрю, как возникает вокруг этого человека такая коробочка, и поддержана и техникой на Земле, и Люцифером. Прям дот построили. И он оттуда тебя поливает, и поливает. Становится очень тяжело справиться. Это произошло примерно начиная где-то, может быть, с февраля месяца я это стал замечать. Что не просто человек или каких-то людей начинают защищать. И вот смотрю, как над ними какие-то возникают такие коробки или вокруг них, что их просто разрушить, эту коробку, значит, ты вступаешь в борьбу вот с этим, вот с этим. Это почти невозможно. Потому что рисовать Землю сейчас я выше нарисую. Вот Земля, и вот вокруг нее тьма. Вот такая вот форма на Земле сейчас, пятиконечная, кодированная по углам. Это все идет вот от этого дяденьки. Поэтому это вот и обеспечивает пока еще удачную борьбу с нами завистников, всевозможных агрессоров и прочее, прочее. Света звезда пока, она иногда немножко бледнеет, но часть всего она пока еще мешает правосудию. Об этом тоже Аблушин пишет, что тьма мешает скопившемуся возмездию. И как только начнется, когда отмашка пойдет, и Сын Человечки начнет сминать это все здесь, тогда на тех людей, которые вот из таких засад бьют по нам, их просто размажут по стенке. и будут вопли. Помогите, простите, мы такие хорошие. И даже если будешь их жалеть и попытаешься помочь, это будет невозможно. И люди это не где-то за границей или какие-то там агрессоры и прочее. Они чаще вокруг нас, иногда даже с наших близких. И ничего с этим не сделаешь. Такая вот печальная история. По тщеславию такое очень нехорошее качество, такой бес коварный, который мешает найти всех остальных бесов. Потому что если у человека есть, немножко тщеславие. Оно почти у всех есть, особенно у мужчин. Вот здесь сидит. Ему очень неприятно, когда указываешь на его плохое качество, что вы исправляете вот с этим, с этим. И чувствую, как такая встречная волна, недовольство идет. Потому что уловили этого беса. И бес говорит, фас его. Нашли меня, за хобот тащит. И вот я говорю, понимаете, пока тщеславие у вас сидит, вы очень негативно относитесь к критике в свой адрес. Это говорит о том, что вы не хотите бороться со своими проблемами, со своими грехами. Будьте добры, победите этого беса. Это крайне важно. Он не дает беспристрастно смотреть на собственные ошибки, на собственное бревно греховное. Очень опасное качество тщеславия, гордыня. Вот оно в интонации человека, его слышишь. Это немножко чванство. Превосходство, какое-то попытка навязать. Это не обязательно богатство. Это не обязательно внешняя красота. И не обязательно какой-то талант. Вот сидит в человеке этот бес и все. Он считает себя пупом земли, почему-то, не знаю. И тщеславие и зависть – это какой-то элемент несмирения. Вы сами понимаете, что если я хочу чего-то, очень хочу, но возьми да заработай. А почему не можешь заработать? Не хватает образования, не хватает каких-то талантов, не хватает вот этой жизненной закваски, как помните у Джека Лондона. Закваски не хватает. Человек может трижды образован быть, но у него вот этой цепкости в жизни нет. А есть люди, почему-то троечники, они больше и чаще побеждают, чем отличники. Уже отличник сидит на своем олимпе. Я отличник, меня никто не ценит. А троечник молчат, царапаются, лезет. Потому что горе от ума. А у него если не хватает немножко образования, он начинает по-другому как-то в жизни приспосабливаться. И у него почему-то больше получает. Тоже вынес это из опыта жизненного. Вот поэтому зависть – это какой-то элемент несмирения. Если чего-то хочешь, заработай. А если ты не можешь, значит не хватает каких-то жизненных качеств, не хватает цепкости. И еще и духовности. Потому что ты не имеешь права иметь сейчас то, что тебе не положено по твоему духовному уровню. Все. Это не обязательно партнер. Это какое-то имущество может. Работать. И постепенно все придет. Вот то, что я вам читал цитаты, я думаю, они вас немножко в голове осели. «Не ищите во что одеться, чем питаться». Так язычники поступают. Что и есть, что пить. Ищите Царство Небесное. Остальное все приложится, ибо Отец Господь видит все ваши нужды. И на себе это испытал. Говорю, как вот чистилище прошел, где тебе мешают грехи жить достойно. Как только я разобрался с ними, и меня уже остановить невозможно, поэтому в обдушине есть глава символическая в судьбе. Меня не надо было уже подталкивать бить. Я шел изо всех сил, мне уже не надо было. Вот тык, давай, давай, давай. И тогда пошла нормальная жизнь. То есть там где-то кто-то понял, что вот этот гражданин уже не нуждается. Мало того, я начал работать по пропаганде. Следовательно, это позитив. Творите добро. Спешите делать добро. Она к вам же возвращается с торицы. Вот и все. И мне моя работа помогает в том числе. Вот если бы я был неправ, если бы я лгал, и везал не туда, куда надо, мне бы давно размазали по стенке. Потому что лжепророком сейчас быть очень опасно. Все они болеют, вы знаете. Я не буду называть фамилии. Кто в больнице, у кого там с Паркинсона, у кого еще что-нибудь. Потому что не все это скрывают, а на самом деле не может человек нести чушь и ложь, и обманывать людей безнаказанно. Все равно рано или поздно его достанет судьба. Вот и все. А у меня в жизни происходит все наоборот. Я даже вот удивляюсь, думаешь, чем ты старше становишься, тем мне как-то даже проще и легче. Ну, что себе. Я когда-то считал, что 60 лет, это уже такой дремучий старик. О-о-о. Все думаю, ну надо же, я сильно погорячился. Вот. Тщеславие, как с ним работать? Опять же, из своего опыта. Надо слышать себя. Надо слышать ошибки и слышать наше окружение. Я помню, что мне казалось, что уже все, я победил это качество. Как только ко мне что-то такое стучалось, я говорю, я не хочу быть выше, ни на сантиметр выше кого. И когда мне говорили, вы такого уровня добились, вы там лечите людей, вы там онкологию, я лечил, и все. Вы, 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 на каком вы уровне? Я говорю, откуда я знаю? Меня могут, меня могут оценить только те, существовали те силы, которые выше меня. Вот и все. А они молчат. И я молчу с ними. зачем мне высовываться? Говорю, откуда я знаю, какой я уровень? И какими единицами мерить уровень? Я не знаю. Мне хорошо, вот на моем уровне все. Я говорю, я рядовой солдат на этом фронте, и мне не надо никаких погон больше. Мне и так хорошо, говорю. Поэтому, так вот у меня, такие диалоги внутренние были. И когда иногда элемент тщеславия проскакивал, что вот кто-то меня там похвалит, и мне как-то от этого хорошо становилось. И вдруг я вижу картинку, вокруг меня амфитеатр. Знаете, как это, ну, в цирке примерно, или вот в аудитории, вот это, в академии, когда, и вот все вдруг встают так сразу и начинают мне аплодировать. Я опять провалился. Думаю. У меня эти картинки шли намеки. Я говорю, надо уметь читать вот это все. Был момент, когда еще в 95-м году, это было давно, когда я пытался, я уже понял, это достаточно быстро. И естественно, что у меня была попытка людям это преподнести. Но тогда я еще не выходил на общие лекции. Ко мне приходили тогда по болезням, по консультациям, как психолог. И вот одна женщина пришла с мальчиком, 8 лет я ему помню, звали его Павлика. И он мне что-то начал говорить, Павлик, и я ему что-то начал, у меня какие-то вопросы, я ему отвечаю. И он мне что-то такое сказал, мне так больно, это ничего себе. И так сначала вот эта волна пошла, протеста, а потом думаю, вот устами младенца глаголит истина. И я так успокоился, мне больно, это все так начал угасать. Я говорю, спасибо, Павлик, ты мне сказал то, что мне крайне необходимо. Он нашел во мне какую-то такую червоточинку, я понял, что у меня интонация неправильная. И пытаясь человеку вдавить, я прав, а ты не прав. Вот аргументы, вот, а тот брекается, он меня не слушает, вот у него тоже тщеславие, какое-то все. И вот мы два ежика столкнулись, я понимаю, что моя интонация нарушает закон Божий. Не надо вдавливать человека этой интонацией, если вы нарушаете закон выбора. Он выбирает быть вот таким, в данном случае он глуп. Ну и что? Он так хочет. Ну хочет так, но оставь его в покое. Потому что его глупость, его, ну как бы, вот это незнание этих вопросов приведет к крушению его судьбы. Так оставь его в покое, он хочет, он разобьет лоб. Вот когда он разобьет лоб, может, он придет тебе и скажет, слушай, я был неправ, помоги. Вот только неприятости приводит человека к этому осознанию. Ну оставь его в покое, пусть он дойдет до какого-то рубежа, где он, может, начнет что-то понимать. И вот так шла борьба поэлементно, по ступеням, врубал вот этот чертополох. Это не так просто, но это же годы ушли. Это я сейчас могу говорить, как говорится, с какой-то позиции знаний, а тогда это все, вот у меня первый год, второй год, третий, четвертый, пятый, где-то, наверное, уже в начале 2000-х годов, это, сколько, может, второй, третий год, когда уже я почувствовал, какая-то матерсть какая-то появилась. Это, значит, уже шесть лет того века и года три-четыре этого века. Десятилетие, да, или почти, лет восемь. Вот прочность какая-то появилась. Я понял, что во мне действительно, в моей крепости, если остались какие-то мелкие эти гнусики, их не так уж и много. Вот. И продолжалась работа, потому что остывать нельзя. И мне тоже жизнь не дается легкая, потому что мы так устроены, что если с нас убрать нагрузку, мы опять начинаем постепенно западать в лень. Отсюда я это понял, что если я хочу не только себе, а многим другим людям помочь, моя раскаленность на сегодняшний день завтра должна быть еще ярче, еще ярче. А это может дать только тренинг, только борьба с внешней тьмой вот этой. Я почему от нее не ухожу? Тяжело, очень тяжело иногда, и больно даже бывает. Но я это все понимаю. Я, главное, тут индикатор слушаю. Тревоги нет, страха нет. Значит, мы этот элемент пройдем. Будет плохо сегодня, может, завтра, а послезавтра будет ничего. Дадут отдохнуть денек, и потом опять в бой. Примерно вот такой режим идет постоянно. Потому что вы сами понимаете взаимосвязи. Если ты тронешь одного беса, прогоню с кого-то, эти бесы замкнуты в сети. А эти сети за миллионы лет, от каждого человека миллионы бесов, за одну жизнь. А этих жизней были тысячи и тысячи поколений. Вы представляете, какая бесовщина над нами висит. И они все начинают за своего. Сразу сеть напрягается, начинают бороться с тобой. И только если ты действительно связан, и действительно прав, только ты тогда защищен от них. Иначе тебе конец. Вот и все. Поэтому еще раз, я все на себя слушаю. Страха нет, тревоги нет. Значит, пройдем этот элемент. Больно, тяжело, но мы двигаем свои пешки вперед. Потихонечку мы побеждаем. Вот этот оптимизм, бесстрашие и осторожность тоже. Потому что тьма, она тоже не дремит. Надо всегда, как локатор вокруг, крутиться день и ночь. Как вот, если самолет летит, он должен обнаружить врага раньше, чем он тебя обнаружил. Иногда чувствую, что-то возникло в поле, тревога какая-то. Я обязательно начинаю разбираться и нахожу. Да, вот так, и так, и так. Были даже моменты, когда попытка была киллера нанять и так далее. И мне об этом сказали. Я говорю, я киллера не боюсь. Главное, что мы с вами разобрались с одной службой правоохранительной. Вы ко мне претензий не имеете? Нет. Все, а с киллером я разберусь. Я нашел эту команду и поработал с их мозгами. Не надо этого делать. И у них из мозга это желание ушло. Вот и все. То есть, всякие мои это рассказывают. Все, я просто отдельный элемент рассказал. Это довольно часто разная неприятность. Попытка навязать их мне. Но на ранней стадии, когда гасишь это все. И я считаю, что христианин должен быть таким. Мы все должны быть такими. Независимыми от каких-то ложных мнений. Вот. В своих решениях независимы. Ведь мы, если идем в правильную сторону, изо всех сил, с нами Бог. А тогда что бояться? Нам нечего бояться. И когда мы все вырастем до такого уровня, знаете, как приятно будет в торговом обществе. Даже сейчас вот уже неплохо, потому что одно дело, там, где хлещут направо и налево эмоциями, а уже как-то вот как свой круг приобретаешь вот это ощущение какого-то родства. Я тоже сегодня говорил, что Иисус говорит, мои матери, братья, это вы. Потому что с такими людьми очень приятно общаться. А когда мы дорастем до такой серьезной планки, высоты духовной, нам очень хорошо будет вместе. Мы вернем в себе то качество общественных отношений, по которым мы давно уже изголодались. Вот. И это все в наших возможностях, в наших... наш шанс такой есть у нас. Вот давайте, если вопросы какие-то есть, я постараюсь ответить. Есть вопрос. А когда у детей страхи? Что? Когда у детей, у маленьких, страхи? Страхи? Чем они обусловлены? Вопрос такой. Как быть, когда у детей страхи? Как правило, на них тоже тьма налезает. В данном случае, если родитель в духе состоятельен, он его защитит. Ведь дети тоже, когда я помогаю, вот с детей смахнешь, если у родителей в поле сидит какая-то клякса, они же любят родителей, свои дети, а дитя их любит, связь полевая, тогда эта клякса становится достоянием всей семьи. Поэтому я всегда говорю родителям, вы постарайтесь это не восстанавливать. Я убрал. Но если вы будете продолжать ошибки, к вам в вашу крепость опять бесы придут. И опять вашему ребенку будет плохо. Если вы не хотите за себя бороться, хотя бы пожалеете свое дитя, если вы его действительно любите. Мотивация должна быть. Потому что родители часто, им некогда с собой заниматься, но родители, ребенка, они могут что-то, напряжение свое создать, как бы волю немножко воспитывать. Что еще? Ну, например, ситуация на работе, разговариваю с коллегой. Ну, доброжелательный разговор. Мне кажется, что у меня нет эмоций плохих, у человека нет плохих эмоций. А через некоторое... Ну, мы поговорили, а через некоторое время у меня точно нападение. И я так смотрю, что мать через этого человека на меня напала. Так это вот все-таки я пропустила какую-то эмоцию, то есть она вовсе разно была, а я ее не увидела. Или эта эмоция у человека, там тоже я не вовсе дима не закрылась? Или это надо вообще все время закрываться? Ну, в данном случае, что примерно произошло? Во время диалога вы сняли, бдительность своей контроля не была. И вам в мозги, вот так постепенно, как это, шлюзы начали закрываться, вы этого не заметили. То есть вы не контролируете пока это. А раз вас начали прикрывать, ваша вера сошла практически на нет. А что такое отсутствие веры? Вы становитесь один на один со всей тьмой. И тогда вас начали загружать уже. Вот это вы почувствовали уже. Поэтому надо быть внимательным, особенно, если вы чувствуете вот сразу, как локатор говорит, что-то не очень приятное общение с этим человеком. Тогда я, как это, доспехи одеваю, застегнулся здесь, забрал. Будем диалог вести, но уже в таком ключе. То есть я духовно закрыт. Потому что я не буду грубить, я не буду говорить, ты что делаешь, зачем? Потому что человек слепой, он этого не понимает. Он это делает, он не ведает, что творит. Если ты ему скажешь, что ты мне пакостишь, он еще обидится, еще больше тебе будет делать. Зачем такая правда? Он этой правдой пока еще не заслуживает. Отсюда просто защищаться надо молча. Если вы вовремя защитились, как у меня такое бывало, отскакивает обратно все вот это и летит обратно по обратному адресу. Смотри, как человек начинает не становиться раздражаться. Почему? А потому что его бесы ударились об мою защиту и обратно по обратному адресу идут. То есть он свою столицу и получает. И он начинает бесить, что я такой спокойный. Я думаю, ну извините, я вам не нравлюсь. Ну ничего. А вот такая эмоция, как волнение, она является оттенком страха? Волнение? Посмотря какое. А если вдруг вам зарплату прибавили? Так что волнение оно разное бывает. Главное отследить, откуда это волнение, хорошо от него или плохо. Это первая индикация. Вот если оно плохое, значит надо разбираться. то ли это карма вас накрыла, то ли от кого-то идет неприятный след. Ну что, правый фланг. Есть вопрос? Да. В книге писал, что человек потерял связь с сущностями, ему нужно эту связь как бы восстанавливать. Вот что, как это понять? Ну, потерял, почему он в них просто не верит. Он не верит, что существуют некие такие личности, которые нам помогают жить. Мы их игнорируем, мы издевательски иронизируем по их поводу и так далее. А на самом деле, как только видение немножко у меня стало приоткрываться, первое, что я в гостинице, еще в 94-м году жил тогда в гостинице Минске, у меня квартиры не было. Вот, и я помню, готовили что-то на плитке, вот, и что-то даже стирал, там, свой быт такой был, ванна такая небольшая, и вдруг это вижу, кто-то движется, раз, уходит за спину, вот, потом начинаешь еще кого-то видеть, и мне какие-то советы начинают давать, и потом даже такой слышу шепот, он же нас видит, он все видит, он все знает. Потом я с ними в диалоги вступал, когда что-то не получается, там, помню, заелось замок в номере, не могу открыть, а в часа два ночи, я тогда как земский врач ездил по квартирам, все, приезжаю в два часа ночи, не открывается заелось старая гостиница, старая дверь, старый замок, никак. Я говорю, ребята, помогите, что вам стоит, я вас очень прошу, вот, как бы, от души, не просто там это, я верю в них, я знаю, что они есть, и я открываю, помогите, смотрю, чук, открылась, спасибо. Такие вот диалоги, иногда что-то другое там случается, если вы с ними наладите диалог, помощь пойдет. а вы ему лакомство подкладываете? Конечно, рюмочку, коньячку хорошую, и лимончик. говорят, что-то бывает так, в течение дня бывает даже из дома не выходишь, или вот, ну, все хорошее настроение, все ладится, все замечательно, и потом нападает, на душе так тяжело-тяжело, вот, может, конечно, пройдет, начинаешь над собой работать, думать, а как вот? Кто-то стащил настроение. Ну, как вот восстановить это? Еще раз говорю, первое, что я всегда смотрю, раньше, как было, вера у меня, смотрю, вера незыблема, следовательно, идет нападение какое-то, какое, и вспоминаю, что 10 минут назад меня попросили помочь человеку, я помог, а там такую глыбу пришлось свернуть, пошел откат, месть, в вашем случае это может тоже, вы кому-то что-то сказали, или по телефону, или просто, или кто-то о вас вспомнил, вспомнил и сказал, а этот человек мне почему-то сильно не нравится, ух, и начинается какая-то эмоция, может быть, зависть, может быть, какая-то обида, непрощение какое-то, и тьма, она же мотивации не ждет, тьма нападает всегда на светлое, на что-то, следовательно, без всяких притягив, может атаковать вас любой человек, который не контролирует свою психику, и это, я считаю, как раньше я так удивлялся, потом, да это нормально, потому и суд идет, потому что это нормально в человеческом обществе, слить на кого-то негатив, вот, и это часто бывает в общении с человеком, особенно по телефону, потому что мы немножко разорвали связи, так, некогда встречаться, он начинает звонить, и чувствует, человек начинает рассказывать мне свою биографию, я говорю, простите, вы же сказали пару минут, вы мне уже 10 минут, рассказывайте это, причем вы позавчера мне то же самое рассказывали, а человек может еще раз, еще раз звонить по 2-3 раза в день, я перестаю брать трубку, начинаю с другого телефона звонить, беру и опять, а вы знаете, я так плохо жила, у меня там до, я говорю, а знаю, подождите, остановитесь, забыл дальше вот это, вот это, откуда вы знаете, это, я бы мне 28 раз рассказывать, почему, человек пытается слить негатив, я начинаю отшучиваться, это есть тоже оборона, это не обязательно какие-то формы строить, если вы главное, вы спокойны, не поддаетесь вот на эту, вы уже форму построили, это не пофигизм, вы просто не хотите принимать чужой бред, зачем, я говорил этому человеку неоднократно, вы должны работать над собой, но вы же ничего не делаете, веры нет, работы над собой нет, а хотите получать все хорошее, я же сказал, что условия, вот они, есть у вас диски, записи есть, возьмите, послушайте лекцию, да, я слышал, и продолжайте ничего не делать, но я же вам по телефону лекцию читать не буду. Можно еще вопрос к этому, когда, допустим, общаешься с человеком, ну, идет агрессия или еще что-то, ты, ну, ставишь стенку, как-то раз, выходишь с этой ситуации, на душе хорошо, а потом сразу раз, начинается, вот хочется поплакать, прям на взрыв, даже хочется порыдать, вот это вот что такое, хочется, я понимаю, что я себя не жалею, ну, как бы, я чувствую, что это не жалость, но мне очень хочется, как давление может даже подсказать, а потом это проходит минут 15-20. Бывает душа хочет поплакать, потому что у меня было общение с людьми, когда начинаешь говорить с ними, совершенно вот на такие темы, причем очень простые, о болезнях немножко расскажу, почему вот клетки болеют, приходит там родственник какой-то, им начинаю объяснять, вот это вдруг, градом, ковицы, слезы, и смотрю, мне, говорит, так больно вот здесь стало, я говорю, потому что душа ваша плачет, вы работать не хотите, вы болеете, ну, возьмите за себя немножко, возьмитесь, я помогу, пойдете, и это, и вот это вот, чувствую, как глаза, вот такие, я говорю, душа ваша, она просится, ну, освободите ее, вот этой тучи, вот, слезы иногда от этого бывают, просто какой-то взрыв идет, и чувствительность, потому что мы столько времени прожили на земле, вот, и душа очень страдает, потому что мы ее так упаковали, в эту грязь, и отмыть ее надо очень быстро, время просто не осталось, что еще, какие вопросы, да, Первый, еще раз, я же только начал говорить, что я проверяю себя, если вера нормальная, то есть я всегда начинаю, проблемы почему, чаще всего вера отсутствует, или ее недостаточно, ну, так вам жизнь об этом говорит, плохо жить, ну, вы сначала разберитесь, смотрите, мы вчера об этом говорили, я еще раз повторяю, запрягайте свои мозги, если везде идет, что мозги наши виноваты, виноваты не мозги, это коротко просто, такая речка, это для ускорения, рассудок, рассудок, через него идет атака тьмы, то есть диапазон 300 тысяч километров в секунду захвачен противником, и через эту радиостанцию нам закачивают и пытаются сказать, что это мы так думаем, то есть от имени меня, мои мозги формируют мысли от тьмы, от чертей, соответственно, когда я с этим разобрался, я понял, что они меня постоянно пытались по многим вопросам тащить вот в свою сторону, и в конце концов я научился отбиваться, благодаря сильной вере и работе над собой, как бы я все это выстроил, что мои мозги подчиняются душе теперь, а не наоборот, и вот чтобы разобраться в этом, когда становится хуже, 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 знаете, сто процентов, вас не хватает веры, почему? Потому что вера, еще раз говорю, это открытые врата вверх, вы с Господом, потому что вы форму построили, закон выбора, вы конкретно открыты Богу, и тогда крестная сила вам идет на помощь, если вы, конечно, работаете, второй элемент, поэтому нужна вера и нужна работа, а вам у неприятности сигналят, вы не работаете, вы не верите, и начинают бить, потому что диалога нет, у нас откровения-то нет, каким образом Господу до нас засучаться, до ленивых, только через неприятности, то есть через болячки, вот и все, поэтому для меня это всегда был индикатор, первые месяцы, первые годы, как только чувства начинаю успокаиваться, темп теряю, у меня тут же начинает бить судьба, я говорю, за что, а что ты остановился, давай, давай. А бывает так, что, вот, 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 вам позвонишь, кажется, что, вот, смирение есть, да, то есть мне проще, допустим, смирением перенести это все, чем вот это вот, если хочешь. Ну, последний диалог, помните наш? Что вы говорите, да у меня все нормально, я говорю, давайте так, вы считаете, что нормально, а я сейчас с вами поработаю, я взял и убрал из вашей головы вот эти зависимости, и вы сказали, мне стало хорошо, вот теперь, говорю, вы открыты, а так вас как-то занесло, вот полынья замерзла, и вы говорите, что у вас все нормально, то есть вы не контролируете процесс, это вас должно насторожить. Вот еще раз говорю, вот эти неприятости, неудовольствия от жизни, только от того, что перекрыты эти пути все. Когда человек попробует, и воочию, как говорится, сам поживет немножко в ключе связи со светом, и приходит эта радость и ощущение непобедимого состояния, что при любых обстоятельствах я знаю, что я выиграю сражение. Это и есть связь со светом, как бы тяжело не было. Полный такой оптимизм. И вот когда это есть, что тогда происходит? Если какие-то неприятности нарастают, и так далее, если остается только бороться, еще раз говорю, нам жизнь дана, чтобы мы напрягались, иначе мы никогда лень не победим. Это не академический тренинг, скажем, делается это вот так, вот это вот делается вот так, это вот так. Это конкретно каждый человек должен победить свою лень, и никто за него эту работу не сделает. А лень побеждается только напряжением. А если вы напрягаться не хотите, вас начинают толкать вот эти вот моменты жизненные. Просыпайтесь, а то больно будет. Ведь ничем другим нас не разбудишь. Редкий случай, когда человек вот без всяких принуждений говорит, проснулся, хочу быть святым. Все. Сегодня начинаем. послезавтра закончим, если получится. Я хочу задать вопрос. Сейчас, секундочку. Да. Задать вопрос, рабочий момент. Тебе приходится много сотрудников обвинять. Понятно, что они обижаются на тебя, посылают этого. Но ты понимаешь, почему ты это делаешь? Это вредит фирмы, сотрудник. Это видишь его негативное качество, которое будут разрушать не только к ему и, соответственно, других людей. Как бороться с этим? С обидами. Не я обижаюсь, сотрудники. Я понимаю. Я понимаю. У меня этот опыт тоже есть. У меня консультируется один человек, который тоже в данный момент повывольнял кучу сотрудников. Он говорит, на него такая ненависть идет. Во-первых, до этого фирмы он немножко распустил. И там это... И воровства было много. Он был очень добрый человек, такой порядочный. И он же... Вот, допустим, человека поймали за воровством в фирме. Он ловит его и говорит, нехорошо так делать. Я ему говорил, накажите, потому что пока не накажешь человека, другие это развращают остальных. И он это потом понял и начал постепенно бороться с этим. Начал увольнять за воровство. Причем за реальное. Там сотни тысяч рублей воруют и так далее. В конце концов, фирма из-за определенных обстоятельств пришла в такое состояние критическое. Он говорит, я теперь вынужден это делать. Начинаю это увольнять. Ее мне иногда звонит, говорит, можете посмотреть, мне очень тяжело. Убираешь, он говорит, как будто плиту с меня сняли. Вот, пожалуйста. То есть ненависть идет, но я всегда говорю, главное, чтобы не обижались. вот если вы будете правы, на вашей стороне Бог. А это уже много. Ну, так что? Да. Если я концентрировал, примерно час бывает, полтора, это вообще... Что бывает? Ну, полтора часа концентрироваться, пока там не снять. Это нормально или это... Ну, я говорю, что надо добиваться результата. Нет, я результаты добил, ну, часа полтора, если так же, ну, очень много, наверное. Результат? Ну, вы добились результата? Да. Ну, значит, почему-то вам это с трудом дается. Обычно на это уходит он считанные минуты. А иногда и меньше даже. Я по-моему, как и раз, вот одно и то же там. Ну, видимо, здесь не только концентрация. Концентрация – это способ, скажем так, увести свои мысли от негатива в позитив. Но ведь нужна еще и воля. Может, у вас просто слабое давление воли. Вы так давите, слегка пальчиком, а иногда кулаком и хорошенько. Кроме концентрации, еще раз говорю, нужно, что воля нужна. Воля. Есть какие-то вопросы? Давайте. Болезни вопросы имеются, да? Будет разное мнение. Например, людей, вот, с этим людей, скажем, человек умер, это так резко, да? Как раз. Вечером он успел спать, полтром не проснуться, и для всех это удивление. Он как легко умер, никому не мешал жить, как бы, веселый человек, который бы никому не видел, и раз, и он не стал. Легко умер. А бывает, что человек долго страдает, онкология, значит, бог ему снизу послал болезнь, чтобы он задумался и успел исправиться в остатке своей жизни, да? И вот как это понимать? Ему повезло, или не повезло, или он может... Я вопрос понял. А вот, афонские старцы вообще молят Бога, чтобы он послал онкологию, чтобы он поболел и хорошо и успокоился. Почему вы что-то не делаете? Такое, как вы делаете? Ну, выверты бывают всевозможные, но я считаю, что чем здоровее человек, тем проще ему все-таки пробираться к свету, потому что это есть такое искаженное восприятие пути к Господу. Есть люди, которые там босиком по морозу ходят, пока у них там болезни не начинаются. Ой, спасибо, Господи, я заболел. Я не думаю, что эти скажем так, эти выкрики, они искренние. Если же это искреннее, это уже клиника. Поэтому если человек умер от инфаркта неожиданно, веселя других накануне. Ну, судьба у него такая, но не думаю, что это смерть или предыдущая болезнь что-то ему дали. Потому что наоборот, как видите, уход от греха приводит к здоровью. Проверено. Многократно не только мной проверено. Потому что грехи приводят нас к болезни. Что такое болезнь? Это куча бесов, которые нас грызут. Я их вижу даже иногда. И когда ты этих бесов разгоняешь, человек начинает выздоравливать. Только Иисус что говорил при этом? Иди впредь, больше не греши. Но никто же не исследовал тех людей, которых Иисус когда-то вылечил мгновенно. потому что что, они перестали грешить и стали святыми? Нет. Естественно, что они продолжали грешить и болезни к ним возвращались. Но Библия об этом не упоминает. Это не задача Библии исследовать биографию каждого человека, который подпал под влияние Христа. Но я говорю, что если грехи у человека продолжаются, болезнь к нему вернется. Вот поэтому инфаркт этот печальная история для него самого и для его близких. Он уже мозгом ничего осознать не может телесно. Но уходя в потусторонний мир со своими грехами, он поймет, что такое грехи и настолько плохо с грехами отсюда не отработанно и уходить в потусторонний мир. Там вот эти, как их называют, сковородки грешников, куда их там это. Там всякое бывает. Я не знаю, сковородки или нет. Но на самом деле мучения там страшные. Потому что незащищены мы телом там. Вот когда меня спрашивали, а вот можете так вот популярно рассказать, что там может быть? Я говорю, могу. Вам когда снятся ужасы и кошмары? Бывает такое? Бывает. Вот сейчас мы проснулись и с удовольствием думают, всего лишь сон. А там этого не будет. Там этот кошмар может продолжаться веками. И пока мы не поймем там уже, что так делать нельзя и обдушин этот процесс описывает, вот тогда немножко вот этот отчаянный вопль начинается души. Господи, помоги хоть как-то. Вот тогда немножко начинается прозрение, может какую-то ступень на другую занять. Намного тяжелее. На земле это намного проще. Ну что, будем заканчивать? Время полвосьмого. Или у кого-то есть предпоследний вопрос? Нету. Ну что, тогда встаем. АПЛОДИСМЕНТЫ